Я такой ярый фанат Сталина. Не вижу смысла плодить людей низкого качества. Я никому ничего обещать не собираюсь. Я хочу, чтобы массы начали делать то, что хочу я. Я родилась в клане ведьм. В детстве я росла у них в бешкеке. Баранов-петухов резали каждый день. Ну, это мой типичный вторник. Ты можешь влезть в голову другим людям и заставить их делать то, что ты хочешь. Магические убийства не запрещены и не отслеживаются. Очень удобно. У тебя есть дар-целитель? У меня есть и дар, и удостоверение. А что, есть какой-то университет или школа магии? Я сформировала магический отдел, кинула обратки всем своим врагам. Всем будет плохо. Что это за ***? Рада, ну давай начнем с того, где мы с тобой находимся. Ну, это моя небольшая женская спальня. Спальня президентских размеров. Давай так. 65 метров и потолок 4,75. Рада Русских 39 лет. Родилась в Екатеринбурге. Блогер, бизнесвумен, эко-активистка, а с недавних пор еще и политик. В детстве подрабатывала в школе косметологии. Потом закончила архитектурную академию по специальности дизайнер одежды, параллельно работая визажистом. Стажировалась у модельеров Юдашкина и Чапурина, побеждала в международных конкурсах. Имя Рады Русских впервые появилось в прессе 3 года назад. Позже было еще несколько громких историй, связанных с покупкой антиквариата и эко-активизмом. Но Рада говорит, что она личность не скандальная и больше всего интересуется экологией, животными и жизнью в удовольствии. Сейчас Рада Русских занимается меценатством и собственным производством косметики. Зимой она заявила, что собирается стать президентом России. Раньше это была генеральская столовая. Отсюда, кстати, было 4 выхода, мы их все закладывали. Раньше же все светское общение поддерживали за пищей. И нам пришлось закладывать все эти выходы, потому что, я так понимаю, что там еще огромная инфраструктура. Но мне досталась только эта парадная комната. Такая петербургская, уникальная квартира. Я ловила ее 5 лет. Я ее купила ради потолка. Потому что даже такой потолок найти очень сложно. Средний метр это 3,50. Производит большое впечатление. Все так необычно, с большим вкусом. Ну и здесь мы с тобой сходимся. Я считаю, что вообще странно измерять квартиры по метражу. Квартиры надо измерять по кубометрам. Потому что потолок это просто огромное значение лично для меня имеет. Наверное, это мой лучший объект. Я остановилась наконец-то. Я поняла, что я здесь хочу жить. До этого я меняла, я не знаю сколько, это девятая моя квартира в собственности, которая была. И мне было тесно именно по высоте. Мне здесь наконец-то не жмет. Я читала в каких-то энергетических практиках, что высота, при которой человеку комфортно в пространстве, высота потолка определяет его уровень потолка и амбиции, которые он имеет. Что если человеку некомфортно в очень высоких помещениях, это говорит о том, что ему не хватает масштаба. И наоборот. Ты согласна с этим? Да, я такой ярый фанат Сталина. И Сталин использовал как основной принцип в своих постройках высоту потолка. Потому что он пытался своему вот этому аппарату вырастить масштаб мировоззрения. И он и заселял их квартиры с высокими потолками. Давай сразу разберемся с ярым фанатом Сталина. Ты ярый фанат Сталина в архитектуре или в чем-то еще? Ну, я считаю, что тиранов не понять простым смертным. Мы же просто не понимаем их масштаб деятельности, мысли. Мы видим только там какие-то ошметки того, что у них получилось или не получилось. Поэтому я воспринимаю человека по его архитектурным сооружениям. Я и тебя оцениваю по твоему дому. Я же о тебе ничего больше не знаю. То есть я смотрю выпуск про дом, и я понимаю, это интересный человек. Рада единственный человек в стране, который ничего обо мне не знает, кроме как про мой дом. Это круто. Я рада такой успеть. Я же не могу о тебе составить мнение по тем новостям, которые ты ведешь. Ну, как многие люди, верят всем новостям и именно по ним составляют мнение. Большинство делает именно так. Здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать в ваши регистрационные карты. Ага. Чувствую себя героиней литературы 19 века. Я приехала на воды. Приемов у генерал-губернатора не жду. Только полезный отдых и забота о себе. Здесь, в Кисловодске, не только источники горный воздух и тени любимых литературных персонажей. Новая точка притяжения – меди-спа-отель «Майерведа». С уникальной концепцией оздоровления на основе инноваций и лучших традиций санаторно-курортного лечения в регионе Кавказских минеральных вод. Он входит в топ лучших объектов премиального детокса в России и имеет сертификат официального центра «Майертерапия». Классики русского театра его бы оценили. «Майерведа» работает и от внутреннего к внешнему по Станиславскому, и от внешнего к внутреннему по Михаилу Чехову. У вас будет личный план питания, основанный на консультации врача, шести ступенях по системе доктора «Майера» и «Айурведа». Вы только представьте себе – высокая кухня без сахара, без лактозы, без глютена, с сохранением всех полезных веществ. Медицинские программы «Классик» и «Эдвэнст» являются базой и строятся индивидуально. Они включают комплекс физиотерапевтических, аювердических, косметологических и бальнеологических процедур. В лечении также используются уникальные природные ресурсы – горный воздух, хвойных деревьев, обладающих бактерицидным действием. Минеральные воды «Нарзан», «Славяновская» и «Сентуки-4» и природная грязь озера Тамбука. Вы достигнете не только физического, но и ментального детокса, улучшится сон, снизится тревожность, повысится энергия и концентрация внимания. В «Майерведа» вы точно найдете, как позаботиться о себе, только выберите процедуру. В спа-меню тысячи услуг в 55 кабинетах по 18 медицинским специальностям. Меди-спа отель «Майерведа» не уступает лучшим клиникам детокса, таким как «Ланзерхоф», «Шино» и «Вива Майер». Натуральная ванна красоты «Афродита» меня покорила. Она гармонизирует внутреннее состояние, питательные коктейли с кедра, лавандой и ромашкой стимулируют обмен веществ и способствуют сжиганию жира. Путешествие к цветку жизни – процедура комплексного ухода в хамами с черным мылом и обертыванием с марокканской вулканической глиной. Кожа становится невероятно гладкой и эластичной, а концентрированные масла обеспечивают оптимальное питание и защиту эпидермиса. Нынешние девушки не падают в обморок в кринолине, а не следят за своим физическим, ментальным и эмоциональным здоровьем. Здесь, в Кисловодске, в медиспа отеле «Майерведа». Ну смотри, все-таки возвращаясь к Сталину, мне кажется, что как раз очень часто у людей бывает так, что какие-то их эстетические вещи, предпочтения могут совершенно не сочетаться с их политикой. Можно вспомнить хотя бы Гитлера, который жил в это же время, и эстетика вот этой фашизированной Германии, она многим кажется абсолютно идеальной с эстетической точки зрения. Фильмы Лени Рефеншталь, «Олимпия», «Триумф воли» — это с точки зрения кинематографа, каких-то инноваций, съемок и красоты картинки совершенно уникальная вещь. Но, понимаешь, когда, смотря на эти фильмы, ты понимаешь, что остается за картинкой, и какие мучения, страдания, геноцид, холокост — это все меняет картинку. Вот для тебя не так, если, понимаешь, сама фраза «я фанат Сталина, ты теперь политик» — это очень серьезная фраза, потому что Сталин, я тоже очень люблю сталинскую архитектуру, но ты понимаешь, первая ассоциация с этим человеком — это все-таки репрессии, это все-таки 37-й год, это люди, миллионами пострадавшие в лагерях и так далее. И стройки, на которых погибли огромное количество людей, в том числе заключенных. Ну, знаешь, у меня нет связки вот этого верхнего лидера совсем, с чем его ассоциируют, потому что я, как крупный предприниматель, прекрасно понимаю, вот насколько я, например, как верхнее звено завода или какой-то большой организации, насколько я касаюсь или не касаюсь финальных действий, потому что это же решение множества людей. Я понимаю, что это толпа людей, которые обычно прикрываются одним верховным лидером, и очень часто он даже не знает о каких-то вещах, которые к нему уже приписали. Ты решила пойти в политику, но правильно ли я понимаю, что это скорее какая-то возможность заявить о себе, пиар своей деятельности и пиар себя, нежели реальное желание политической деятельности? Потому что рада в президенты у меня так сердце ёкнуло, конечно. Я вспомнила свой поход и подумала, что времена-то поменялись, и я до сих пор чувствую огромную ответственность за то, что у меня не получилось сделать то, что я хотела, создать партию и заниматься политической деятельностью. И вот подумала, зачем девушке, предпринимателю идти в политику в такое странное, опасное, мутное время? Ну, это был логический шаг, то есть это не было какой-то навязчивой идеи. Видишь, у меня давно всё есть в этой жизни, и понятно, что я раньше пришла к определённому тупику смыслов. Этот тупик меня вынес к тому, что я начала меценатскую деятельность осуществлять, я занялась реставрацией памятников, потом к повестку, когда тебе нужно больше смысла, больше масштаба, да, что ты бежишь от этой пустоты, быта и повседневности в какой-то безумный масштаб и смысла. И в итоге, чем дальше я бежала, тем больше я понимала, что по факту единственное, что мне там мешает, это, ну, система, да, и где-то недостаточный вес. Когда я чувствую, что у меня есть, ну, какой-то медийный вес, например, или, например, сейчас я хочу получить политический вес, многие вещи быстрее решаются. И если бы, например, у меня не было хоть какого-то веса, я бы, наверное, сейчас не отбила этих собак. У меня, кстати, теперь 2750 собак было, ну да. Я их лично отбила, это теперь мои собаки. Это собаки, которых хотели... Эфтонировать. Я увидела, что принят закон, и их должны были убить там в течение месяца. И я одна отбила 2750 собак. Ну, теперь, как бы, я разбираюсь, что с ними делать, но я единственный человек, которому хватило веса это сделать. То есть хоть какой-то вес у меня уже был. Но вот чтобы продвинуть, например, законопроект, заняться серьезно законотворчеством, или чтобы тебя слушали чиновники политики даже на уровне Улан-Удэ, мне недостаточно. Ну, смотри, ведь есть же другие способы получить этот политический вес, чем идти на президентские выборы. Ну, условно, там, начать с регионального управления, с муниципального, и потихонечку набирать этот вес. Просто президентские выборы, ну, как тебе сказать, то есть если ты реально оппонируешь Путину, ты ставишь себя в зону огромной опасности, потому что оппозиции в нашей стране на сегодняшний момент нет. Так я не являюсь оппозицией. Ну, подожди, здесь, если ты идешь на выборы, ты так или иначе оппонируешь Путину. То есть ты говоришь, выберите не его, а меня. Ты понимаешь вообще уровень опасности? А я такого не говорю. Я подавала документы в ЦИК, и там берут интервью. Они такие, ну, вот зачем пришла? Я говорю, ну, знаете, у меня вообще претензий к власти нет. У меня есть претензия к гражданам. Я занимаюсь гражданской инициативой. Я независимый персонаж, который что-то пытается делать. И вот у меня, скорее, претензия к остальным ребятам, которые никакого отношения к системе не имеют. Почему они ничего не делают? У них куча денег, они многие сидят на деньгах, у них есть время, у них нет смысла, и они ничего не делают. Они не помогают животным, они не помогают детям, они ничего не реконструируют. Понимаю, но для того, чтобы помогать детям и что-то реконструировать, не нужно обязательно претендовать на верховную власть в стране. Да, но я хочу стать лидером мнений как пример. И пока я иду к этой точке, меня все равно максимально заметно. Но я иду не к точке, чтобы мне галочку поставили. Я пиарюсь, чтобы потом что-то сделать. То есть мне нужен пиар, чтобы я быстрее отреставрировала дачу Мицмахера, чтобы мне проще было наладить какую-то систему раздачи этих собак, чтобы у меня эко-повестка встала на конец. Вот мой небольшой готический замок, я его так называю. Мы в Шуваловском парке, это очень красивое место в Питере. Я сама не местная, пока что разбираюсь, но природа в Питере для меня это практически Карелия. Я как девчонка с Урала, когда первый раз попала в этот парк, я тут и стекла. И на самом деле это, наверное, самый необдуманный поступок в моей жизни. Это была спонтанная покупка. У меня был мой 30-й муж, мы летели на выходные в Питер. Я раньше жила в Уфе и строила себе гигантский дом. Это мое основное женское хобби. Я все время что-то строю, реставрирую. В общем, у меня максимальный опыт стройки. И по выходным мы развлекались тем, что в Уфе делать нечего. Мы летали на уделку, на бложки, в какие-то антикварные лавочки. И я вечно скупала какие-то детали. И вот пока я садилась в самолет, мне Вита подкинул вот эту прелесть на картинке. И весь путь из Уфы в Питер я сидела с навязчивой идеей, что мне нужно срочно ее с утра купить. Купить оказалось, что нельзя, потому что это были торги. Что такое торги, я тогда не знала. Мне пришлось разобраться, что такое торги. И я за нее билась. Наверное, часа три мы сидели просто такие в холодном поту, потому что очень жалко было, если бы ее кто-то другой купил. Выиграла я ее в районе 8 миллионов 400, по-моему. Она вышла со всеми налогами. Ну и теперь это просто черная дыра для денег. Пойдем покажу, что внутри. Лестница – это наша отдельная гордость. У нее наилучшая сохранность. Мы ее практически не будем трогать. И видно, насколько здесь такое все в исходнике нуарное. Вообще, готика – это очень узкий стиль. Почему я так в него вцепилась? Была в нем эта мистическая такая нотка вайбы чисто питерского. И вообще, на самом деле, мисс Махер – один из, наверное, самых важных архитекторов в истории Санкт-Петербурга, потому что он максимально повлиял на облик города. И вот это прямо как, не знаю, связь с прошлым определенная. Сейчас в особняке проходит научно-исследовательская деятельность. Вот 4 года ушло только на документы. И еще полгода мы будем изучать. Мы берем пробу, отправляем в лабораторию на биохимию. У нас ходят здесь узкопрофильные специалисты. И только через полгода мы приступаем к основной реставрации. Вот за весь период покупки пока что около 30 миллионов уже вложено. И мы почти начали реставрацию. Мы пока что оцениваем работу где-то в 100-120 миллионов рублей. Так, ну вот вы видите, внутри полон дом. Все что-то делают, все работают. Это Анатоль. Обязанно Анатолий. На французский лад мне нравится больше. У нас тут все немножко мистические. К тому же после последнего мозгового штурма нам нужно входить в образ. Мы мозгоштурмили месяца 3-4 назад, наверное. И придумали, что мы хотим ресторан в стиле семейки Адамс. Будет такое максимально странное, мистическое меню. Немножко с сарказмом. Будут официанты в виде Мартиши Адамса и Гомеса. Будет бегать вещь. И будет супер питерский вайп. Потому что, например, когда я переезжала в Питер, я ехала за этим. А когда я приехала, оказалось, что здесь этого нет. Кроме архитектуры, никакого вот этого контента внутри наполнения странности и мистики мне не хватило. И вот мы решили ее создать сами, как всегда. Простое правило. Не знаешь, как делать? Спроси того, кто знает. Особенно это касается инвестиций. Ведь ошибка может стоить очень дорого. Калинка Экосистем успешно консультирует инвесторов по всему миру. Благодаря ему многие не только приобрели прекрасную элитную недвижимость, но и заработали на ней. Я наблюдаю, как инвесторы в последние годы очень активно вкладывают в недвижимость в Арабских Эмиратах. Несмотря на санкции, российские инвесторы, они все равно интересуются лондонской элитной недвижимостью. Портфолио Калинка Экосистем 100 тысяч объектов в 25 странах мира. Своим клиентам агентство открывает доступ к проектам до официального старта продаж и обеспечивает полное юридическое и консалтинговое сопровождение. Элитная недвижимость – это не только комфортная жизнь, но и выгодные инвестиции. Все подробности по ссылочке в описании. У меня пока что нет никакого веса, но я не могу 70 гектар алтайских лесов, байкальских лесов отбить. А если бы он у меня был, то я бы смогла. Мне кажется, проблема твоего похода в президентство заключается в том, что ты обязана отвечать на огромное количество суперсложных вопросов. Тебе вообще это надо? Понимаешь, это такая вещь даже для меня, как для журналиста. Одно дело, я пришла к Раде Русских, которая занимается экологией, делает классные реставрационные проекты. И как бы будет странно, если я начну тебя пытать по поводу политики. Я бы не начала никогда этого делать, потому что ты не про это и имеешь полное право быть аполитичной. Но когда человек сам заявляет себя кандидатом в президенты, ну, довольно странно не задавать ему сложных политических вопросов, потому что как бы считается, что он обязан на них знать свой какой-то ответ. У меня есть все ответы, я достаточно подготовлена. Я давно публично, и я же преподаватель. Я всю жизнь в мастер-майндах, я учу людей идти вглубь, отвечая на неудобные вопросы. Программа у тебя есть? Я за то, чтобы все стали взрослыми. Такая короткая программа. А что еще? Знаешь, я вот, когда мы собирали подписи, встает мужик, но ему на вид лет 45-50. И начинает истеричным голосом кричать, что вы мне дадите как президент? Я говорю, вы, я стесняюсь спросить вам, сколько лет? То есть мужик, ему 50 лет, и он считает, что из-за того, что он там свои 3% как самозанятый заплатил государству, государство ему должно обеспечить все, что ему необходимо. Ну, это же муразм. Нет, ну подожди, люди имеют право считать, пусть даже в нашей стране это не совсем так, что если они платят налоги, если они добропорядочные граждане, то они выбирают кого-то, кто сможет изменить их жизнь к лучшему, по их мнению. И, собственно, в этом суть нормальных выборов в демократических странах, что каждый кандидат представляет свою программу. Да, как условно, ну ты выбираешь в доме управляющую компанию. Одни говорят, мы вам, не знаю, поднимем квартплату, но зато мрамором выложим подъезд. Другие говорят, да не надо, наоборот, уменьшим квартплату, и никто убираться в подъезде не будет, пусть кошки ссут. И третий говорит, не знаю, окна вам поменяем. И люди уже выбирают, что им важнее в подъезде. Это же работает и на макроуровне, да, ты выбираешь в нормальной ситуации того президента, чья программа ближе тебе с точки зрения развития твоей страны. Хочешь ты, например, продолжение СВО или не хочешь? Хочешь ты, чтобы женщины имели право на аборт или не хочешь? Хочешь ли ты повышение налогов или ты хочешь их уменьшения, но тогда ты будешь чего-то меньше получать? И вот, собственно, на этих принципах строится любая политическая программа. Ну, смотри, у нас что религии, что государство, это сейчас моно, да, то есть это монополия определенная. И вот в любом, скажем так, секторе, где есть монополия, нижний слой начинает расслабляться и становится, скажем так, ну вот менее взрослым, да, теряется вот эта возможность принимать решения, критическое мышление выходит из чата. Я, конечно, за более горизонтальные отношения. И я не очень люблю, когда есть вот эта вот точечная верхушка, это создает вот это напряжение, псевдовидимость родительской фигуры. То есть всем кажется, что если один есть главный, все остальные ни за что не отвечают. И я просто иду по пути того, что люди, хватит концентрироваться на какой-то одной фигуре, возвращая внимание к себе, идем что-то делаем. Я никому ничего обещать не собираюсь. Давай перейдем к какой-то конкретике. Ну, например, вот то, что я уже перечислила. Твое отношение к СВО. Ты за то, чтобы продолжалось, или бы ты закончила СВО? У тебя есть мнение на сей счет? Мне кажется, это один из важнейших. Я делю всю политику на внутреннюю и внешнюю. И если разделить это по гендерным признакам, то вот женщина, она больше за внутреннюю политику топит. А мужчины, они больше за внешнюю. И это в любом мальчике, в прошивке есть. Вот ты любого мальчика поставь к власти, у него сразу начинается с кем-то конкурировать, соперничать, что-то отбирать, понтоваться и так далее. Поставь девочку, что она первая сделает? Она побежит прибираться, нужно, чтобы везде был порядок, чтобы было везде безопасно, уютно, сухо, там все накормлены. Твой избиратель конкретно тебя спросит. Рада русских. Если мы тебя выберем президентом СВО, остановишь, вернешься к границам 24 февраля? Не вижу никакой логики в захватнических настроениях. Понимаешь, вот если бы все занялись, все страны, я не говорю про нашу или про соседнюю, все. То есть я вообще глобалист, я вижу планету как единый организм. Вот если бы все государства занялись внутренней политикой, смогли сами себя обеспечить всем необходимым, слезли с иглы невозобновляемых ресурсов и перешли на возобновляемые, наладили бы полную цикл. Но это же утопия, Рада. Это не утопия. Я каждый день это делаю. У меня в Подмосковье завод полного цикла. То есть я смогла внутри России производить полностью продукт. Я сделала бизнес через две недели после того, как закрыли границы, когда был ковид. Мы даже из дома не выходили. Я по WhatsApp построила бизнес. У меня предприятие полного цикла. Мы только сырье везем из каких-то стран. Все остальное здесь. Ну что, гости дорогие, вы сегодня у нас на заводе. Мы эко-френдли веган завод, поэтому у нас все очень прозрачно. Покажем все закоулки, покажем все уголочки, познакомимся с сотрудниками, познакомимся с командой. В октябре ровно три года с первых продаж на Валберис. Сотрудничаем мы три с половиной года. Сейчас у нас три бренда. Мы холдинг. У нас три бренда натуральной косметики. Основная линейка это Рада, это Юрведа, это Липиды. Она такая у нас вся восточная. А потом мы поняли, что мы обошли стороной мужьев и детев. И под мужьев и детев мы выпустили такую линейку попроще. То есть обычно мужчинам и детям не нужно столько банок. И потом мы поняли, что есть еще родители. И мы сделали для родителей крема. Потому что мама и бабушка это такой человек, которому невозможно объяснить, что такое гидрофильное масло для умывания. Или, например, крем с пробиотиками, с пребиотиками. Это наша самая ценная линейка, я считаю, потому что получить сертификат 0+, очень редко кому удается. То есть кроме того, что это 100% натуральное, можно пользоваться с первого дня жизни. Мы единственные в России, кто выпустили водородный бренд. Вот эта маленькая штучка, здесь водородный шарик. При покупке крем нужно один раз раскрутить, засыпать туда 3 шарика, потом закрутить. Это вакуумная помпа. И крем нужно использовать в течение 5 месяцев. После этого водород перестает быть активным и уже ничего не поможет. А водород это самый сильный в мире антиоксидант. Если сравнить с витамином С, то водород в 5000 раз более активен. Вообще у нас суперпрогрессивное производство. Вот если мы пройдем два шага от нашего красивого уголочка с экспонированием, здесь вы найдете маленькие маты для йоги, потому что сотрудники йожатся. Сегодня в 4 у них тренировка. Вот зал, который вы видите, он скоро станет полигоном для начинающих йожиков. Да, и все придут йожатся. Все суперфрендли, никакой жесткой иерархии, вообще никакой жесткости. Поэтому у нас хорошо идут дела. Добро пожаловать в сердцевину нашего предприятия, в наш научно-исследовательский центр. Здесь у нас несколько лабораторий. Это лаборатория биотехнологии, которая также занимается разработкой технологии по выделению биологически активных ингредиентов. И мы эти ингредиенты используем. В этом есть одна из наших уникальных черт, что у нас собственные биологически активные ингредиенты. Мне хочется всегда всем подчеркнуть, что мы не просто супернатуральные маньяки своего дела. У нас большинство членов команды вегетарианцев. И я покупаю только ресайкл кожи, то есть вторичное потребление с авито, с рук, еще где-то. То есть у меня достаточно жесткие принципы. И, например, мой мотив, почему я произвожу эту косметику, мой мотив – вода. То есть я хочу чистую воду на планете. Я знаю, когда мы варим с тобой косметику, мы ее продаем. И люди, которые ее воспользовались, смывая ее в сток, не загрязняют воду городскую. Ну и вообще везде вода. И это мой основной мотив. Да, но... Ну и с упаковкой то же самое. Мы получаем очень много хейтов, в том числе за нашу упаковку, потому что у нас не самый дешевый сегмент. Мы такой средний, наверное, по цене. Составы золотые, производство очень сложное. И мы принципиально упакуемся в крафт, потому что вот эта упаковка за две недели полностью разлагается. И мы в своей косметике принципиально не используем ингредиенты, которые добыты с причинением насилия. То есть это могут быть животные ингредиенты, ну, например, там, пчелиный воск. Ну и то этого очень мало, да? Насилие над пчелами не производилось. Да, да, да. Ни одна пчела не пострадала. Ну вот, наконец-то долгождение, долгожданная наша новинка. Наши духи. Идет фасовка. Какие симпатичные флакончики. Да, получилось очень замечательно. Это наш излюбленный аромат, который очень-очень любит наш клиент, наш потребитель. И мы решили сделать еще и масляные духи, чтобы всегда этот аромат был с собой. Вот девушки наши прекрасные фасуют все вручную. Это наши термостаты, или мы их еще называем машиной времени. То есть здесь у нас, ну, когда у нас косметика сварена, образец с каждой партии у нас поступает на тестирую. Вот такие пассивные боксы. Мы с вами даже туда заглядывать не будем, потому что там очень стерильные условия нужны. Это наш бестселлер. Крем с лактабиативом. Это вообще шедевр. Спасибо тебе, Светочка, за его создание. Это мое любимое место. Это архив. Я как фэшн-дизайнер в прошлом, в принципе, люблю архив, но он здесь немножко специфический. Это образцы всех продуктов, которые сварены за последние два года, да? Правильно. Когда у нас крем варится, мы его, прежде чем фасовать, тестируем на качество. Из каждой партии образец контрольный хранится. У нас здесь особая температура, нет прямых лучей солнца. То есть все условия правильного хранения. У нас максимальный срок годности 2 года. Потом мы их утилизируем. И у нас есть коробочка на каждую партию. Мы находимся с вами в нашем производственном цехе. Здесь осуществляется варка тех рецептур, которые были созданы в лаборатории. Здесь есть оборудование разного типа. Как видите, от маленьких установочек, буквально по 50 литров, это наш самый маленький котел открытого типа. И до самого большого, в котором можно сварить тонну 700. Есть оборудование открытого типа, как я уже сказала, с загрузкой, которая происходит сверху. Вот этот котелочек, здесь варятся бальзамы для губ. Он нагревается, и там есть внутренняя мешалка, которая перемешивает все сырье вместе и плавит одновременно. Сейчас он тепленький, только-только что-то сварили. Это гидролатр. Гидролатр позволяет получать душистую воду из какого-то сырья, который содержит эфирные масла. Мы здесь получаем гидролат ромашки, гидролат лаванды. Но это просто предприятие. Все-таки это страна. Правильно я понимаю, что при тебе СВО остановилась бы? Ты бы вернулась к границам 24-го года. Я 100% за то, чтобы вообще никак не конкурировать ни с кем, а полностью погрузиться в какое-то действие. Видишь, мне даже приходится тебе задавать всякие важные и иногда опасные политические вопросы. А сейчас бы вот сидела и не должна была бы Собчак на них отвечать. Как бы ты сама себя характеризовала вот по этому политическому спектру? Ну, условно, я себя считаю праволиберальным человеком. Бывают еще леволибералы, консерваторы слева и справа. Я ничего о них не знаю. Ты знаешь, кто ты по этому принципу? Я понимаю, что я либерал-демократ. Ты либерал-демократ. Отлично. Я предлагаю тебе пройти тест. Давай. Определите свою политическую ориентацию. Все очень просто. Это на портале Нож Медиа есть тест на политическую ориентацию. Netflix любит заменять белых персонажей на черных. Это норма? Последний. Я с этим тогда согласилась. То есть всех лучше, чтобы все были. Правильно? Последний вариант ответа. Из соцсетей удаляют аккаунты Дональда Трампа. Имеют ли твиттер и фейсбук право на это? Третье. Свобода слова. Конечно. В конце 2020 года по Франции опять прокатилась волна терактов, организованных радикальными исламистами. Как предотвратить такую ситуацию в будущем? Второе. Вместо выдачи пособий нужно создавать трудовые стимулы, интегрировать. Должны ли дети в школах учить языки, на которых говорят мигранты? Первое. Дети должны иметь право по собственному выбору. Да. Часто говорят, что российские олигархи должны отдавать бюджету больше денег. Ввели бы прогрессивную шкалу налогов. Блин, тут нет ответа. В смысле нет? Ну, прогрессивную шкалу налогов ввела бы. Чем больше зарабатываешь, больше платишь. Нет, я вообще за то, чтобы все одинаковые налоги платили. То есть не надо трогать устоявшуюся систему? Почему нет? Сейчас богатые люди больше налог платят вообще-то. А финишный ответ как звучал? Налоги нужно снижать. Да. Вот этот вариант. Отлично. В 2021 году расходы России на образование будут в три раза меньше, чем на оборону. Может, нужно перераспределить бюджет? Предпоследнее. Предпоследнее. Может ли гендер быть указан не только в медицинских документах, но и в паспорте? Последнее. Расшифруй. Ты считаешь, что существует только два гендера, все остальное это фигня? Я считаю, что это формальность. В принципе, знаешь как, вот чем больше различий, тем больше конфликтов. Я думаю, что как только у нас станет еще больше гендеров, конфликтов станет на самом деле еще больше. В странах Евросоюза давно идут дискуссии о безусловном базовом доходе. По сути, о выплате денег гражданам просто так. Это правильно? Предпоследнее. Каждый должен зарабатывать. Конечно. Экологические катастрофы в будущем, кажется, станут только опаснее. Что будем делать? Твоя тема пошла. Предпоследнее. Важно поддерживать окружающие средства. Какие области науки должны быть в приоритете для современного общества? Предпоследнее. Предпоследнее. Ну и финальный вопрос. Представим, что все государства слились в одной и планетой управляет мировое правительство. К чему это приведет в первую очередь? Вообще-то ты за мировое правительство или против? Я против. Я за децентрализацию. Третье. Там, где они решают глобальные проблемы. Так. И кто же ты? Вы классический либерал. Ну все верно. Заявляла себя классическим либералом. Это был краткий курс по политике. Раб, но мне кажется, сейчас классические либералы в России вообще не в тренде. Не обидно? Ну то есть ты в абсолютном в нашей стране меньшинстве. Либералов ненавидят, их обзывают либерастами. Да. И вообще считают высокомерными, отвратительными тварями, которые просто не понимают, как тяжело живет рабочему человеку. Ну, конечно, дети хотят родительскую фигуру. А я взрослая, я себе все сама обеспечила. Прекрасно себя чувствую. Я работаю там с 11 лет. У меня сейчас 39. У меня, в принципе, все прекрасно, что я могу заниматься мировой экоповесткой. И мне, конечно, привычно жить среди хейта. Да, то есть меня хейтят за все. Вот я прибираю зимой океан от пластика. Какой хейт мне идет? Иди на родине приберись. Я привыкла к хейту, но я, наверное, не вижу уже выхода. Понимаешь, то есть я уже вышла в эти тупики смыслов. Я уже не могу вернуться обратно, себе все стереть из головы. И такая, да, давайте я просто доживу, состарюсь и умру. То есть ты уже не можешь из этого сознания выйти. И что остается? Остается заниматься пропагандой. То есть большую часть времени и своих денег я трачу на пропаганду каких-то либералов. реальных идей получается. Ну да, но просто это сейчас не в тренде нашей страны. А я законодатель моды. То есть я умею создавать тренды. И раньше меня очень часто копировали. Меня это дико бесило просто. Я всех ненавидела за то, что меня копируют. А когда я стала чуть сообразительнее, такая, блин, погоди, это же такой классный процесс. Все, что я начинаю делать, кто-то начинает копировать. Например, что из того, что ты придумала, у тебя скопировали? Слушай, ну я же была пионером инфобиза, например. Все, с кем я начинала, их уже нет как пару лет. С кем ты начинала? Ну, я помню, что когда я начинала, Петя активно работал, Осипов. Был акселератор. Помнишь этот, Падре? Например, до Афонина я работала уже, наверное, года три. И после Афонина я уже работаю пару лет. Ну, а тебе не кажется, что инфобиз – это как раз такая токсичная вещь на рынке? И все ее сейчас осуждают активно, с инфобизнесменами борются. То есть хорошо ли это, что ты это принесла и это скопировала? Я начала создавать платформы для инфобизнеса до того, как появился Геткурс, например. То есть я раньше вкладывала деньги, чтобы выстраивать какие-то сайты, неподъемные движки. Потому что я понимала, что масштабирование знания очень быстро растит индустрия. Я преподавала визаж. Я работала визажистом 18 лет. И ты знаешь, до сих пор в визаже не скажу, что есть какой-то прорыв или вау. То есть, в принципе, вот я его оставила 6 лет назад, ничего не изменилось. То есть вау у учителей не выросло. Там какого-то новаторства или суперкачества. Ну, дожди, а почему ты тогда не достигла таких результатов, как та же Гуар? То есть если ты первой начинала, вы даже внешне немножко похожи, почему ты в этом не пошла вот по пути Гуар, которая сейчас просто зарабатывает безумные деньги? Потому что есть два пути рынка. Ты как предложение подстраиваешься под спрос или ты формируешь предложение и уже потом под себя формируешь рынок. Я делаю то, во что я верю, что-то честное. Конечно, это никому еще не нужно. У меня еще не возделанный рынок, я его еще не вырастила. То есть я расщупать себя рынок. Получается, что ты становишься новатором, но без вот этого радикального прорыва, когда условно та же Гуар просто заняла собой всю вот эту инфо-цыганскую нишу косметики. Я создаю тенденции и... Но я не звезда, понимаешь? Почему? Но ты же хочешь стать звездой. Если бы ты не хотела, ты бы не шла на выборы, ты бы не сверкала на каких-то обложках. У Гуар стать вот этой звездой была цель. И она шла по первому рынку. То есть она делала то, что хотят массы. Она же шоумен. Я не хочу делать то, что хотят массы. Я хочу, чтобы массы начали делать то, что хочу я. Понимаешь? И я всегда в меньшинстве. И я никогда не стану сверхновой звездой. Невозможно стать звездой, если ты не идешь у них на поводу. Невозможно. Ты будешь нишевым товаром. Понимаешь? Я с тобой согласна. А есть ли смысл идти против течения? Ты всегда будешь меньше зарабатывать. И что? То есть тебя всегда будут обвинять в высокомерии. Тебя всегда будут говорить, это рада русских, оторвалась от народа, высокомерная сука, не чует под собой земли, зажрались твари в Петербурге и Москве. Да. Ну, это мой типичный вторник. Я живу внутри хейта. Ты понимаешь, вот я беру ту же Гуар, извини, что, ну, просто вот, раз уж мы о ней заговорили. Ну, вот, какие-то видео, как она бабульку, значит, в квартиру перевезла. Да, вот сейчас я сейчас вижу, что такое у меня друзья. Знаю. Куда? Ресторан. В ресторан, да? Да, в грузинский. В грузинский ресторан. Да. Все, это ваш дом. Да. Вот она детишкам конфеты привезла. Вот она, значит, сняла, как выясняется, за деньги видео с вот несчастной, потерпевшей, жертвой насилия. И это все, ну, как бы, создает такой образ благотворителя от косметики. Образ, да. И людям это дико нравится. Они в это верят, ведутся. На масс-маркет, она подстраивается под рынок. Ты же бизнесмен. А бизнесмен, он всегда про деньги. Это всегда меньше будет приносить, чем имидж доброй фии, которая благодетельница, которая с добрым, огромным сердцем всем помогает. Вот смотри, у меня есть девять объектов недвижимости. Коллекция винтажных украшений, триста пар, туфель, сумок, современное искусство, все, что хочешь. А дальше-то что? Я не могу стать гуар и кормить простой народ тем, что они хотят. Расскажи, что, где мы? Такое ощущение, что мы в опиумной комнате, и сейчас ты что-то тут насыпешь или нальешь. Слушай, это была моя мечта такая, знаешь, мечта эстета, гедониста. Я думала, что когда я вырасту, у меня будет такой салон для мужчин, знаешь, такой развлекательный, где будет интимная обстановка, все будут курить опиум. Раньше это был интерьер моего салона красоты гедониста в Екатеринбурге. Потом я лавочку скрутила, все в узелочек. Потом я перевезла это все в Уфу. У меня был дом в Уфе. А когда мы в очередной раз расстались с мужем, я это все снова в узелочек и перевезла в Санкт-Петербург. И вот у меня такой раскладной интерьер на любые, в общем-то, нужды. И сейчас я занимаюсь волновой медициной. Это то, на что я училась. Что это такое? Это биорезонанс. Это методика восстановления организма в первоначальный исходник. Поскольку мы все сотканы из вибраций, ну, я надеюсь, что это не надо объяснять людям. Это вроде как очевидно. Нет, ну надо. Вот пришел, вот к тебе люди с какими проблемами приходят. То есть вот условно, если тебе надо сделать маникюр, ты идешь в салон красоты. Если ты хочешь потренировать задницу, ты идешь качаться в зал. Вот сюда с какой проблемой нужно приходить? Смотри, мы делаем самую обширную, самую быструю и самую точную диагностику состояния тела в целом. Люди чаще всего вот с какой проблемой сюда приходят, когда себя плохо чувствуют? Первый вопрос диагностика. То есть посмотреть, в каком ты состоянии. Я могу дать тебе полностью диагностику физического плотного тела и могу дать полностью диагностику всех твоих тонких тел. Каким образом? Измерительное оборудование, мир идет вперед. Но чем ты тонкое тело измеряешь у человека? Это же все импульсы. Все равно твой плотный аватар, он является сердцевиной. Это как яблочко. Это все звучит очень эзотерически. Чем ты меряешь это все? Что вот есть какой-то аппарат, как он называется? Да, конечно. Мы работаем с адаптометрией. Есть программа Lotus Onyx. Можешь показать, каким-то прибором поводить и сказать, Ксения, вот у вас энергия на 30%, а у меня на 50%. Или наоборот. Вот у вас красным мигает, а у меня зеленым. Это так происходит? Да, это примерно так и происходит. То есть мы видим форму тонкого тела на одном измерительном оборудовании. Мы видим, насколько работают чакры, насколько они наполнены. Сборная солянка всех нетрадиционных течений, которые мы можем измерить, изучить и откорректировать. То есть я могу запустить что-то в организме, то, что, например, очень сложно достать классическую медицину. Каким образом ты это запускаешь? У каждого органа есть волна. И есть антиволна. И если, например, я вижу, что какой-то орган уснул, я могу его разбудить. То есть очень часто, например, я вижу, что у людей не работает поджелудка. И все, что мне нужно, это запустить в нее импульс. Она просто просыпается и начинает сама себя пробуждать. То есть я могу перезапустить организм. Это не лечение. Это не медикамент. Это не опасно вообще с поджелудочной-то шутить. Все-таки есть эндокринологи. Почему вот условно человеку пойти не к эндокринологу, а к вам? Мой потребитель не хочет в больничку. Мой потребитель не хочет к терапевту. И мой потребитель не хочет есть медикаменты. Он не хочет себя резать, там что-то вырезать. И он не хочет бесконечно касания с фармой. Сколько времени это занимает, вот это обследование? Человек приходит? Хорошую диагностику, час на одном оборудовании, чтобы физику посмотреть. И мне нужно где-то минут 30, чтобы посмотреть состояние тонких тел человека. Ты лично сама работаешь с этим? Нет, я не работаю. Есть люди, специалисты? Конечно, да. Вот у нас три стола. Администраторы. У нас есть второй зал, где стоят зеркала Козырева. Это наша гордость. Ну а как вы смотрите физику? Ведь физику можно посмотреть только через УЗИ. Органы смотрятся. Здесь разве есть аппарат УЗИ? Нам не нужно УЗИ. У каждого органа есть волна. Я измеряю волны, они пробегают по кругу, и я вижу, на сколько процентов работает тот или иной канал, и я вижу, какие потухшие моменты есть в организме. Ну, ты понимаешь, звучит фантастически. Конечно, да, фантастически. Дай, пожалуйста, мне дипломань. Это очень странный диплом. Все думают, что это вымышленная профессия. Вот, это мое свидетельство. В 2006 году я получила это удостоверение. Это удостоверение... Пениоинженерия. Да, это биорезонанс сейчас называется. Выглядит такая красная корочка. Потрясающе. Ну, хорошо. А ты можешь, может быть, мне поджелудочную тогда, если это не опасно? Сколько стоит это, например, если человек приходит на полное обследование, без лечения еще? Если мы говорим про физику, глубокая диагностика 7 тысяч. 7 тысяч. Запись полная? Ну, вот мы расширились. У нас третий стол два месяца назад появился, потому что у специалистов это шесть дней в неделю с утра до вечера. Это суперпопулярно. Ты в этом не участвуешь сама? Я занимаюсь пропагандой. Ну, и я клиент. То есть я это открыла под себя. Это единственное, что меня держит на ногах при моем графике. Обычно занимаешься спортом, йогой? Нет. Когда? Ничем. Когда? Например, когда? Ну, может, лучше спортом заниматься? Каждый день вот лимфа так, если ты ходить будешь 10 тысяч шагов, у тебя лимфа, и так будет прокачиваться. Мне очень жалко время. Очень жалко. То есть обычно это первое место, куда я еду. Это же столько, как час каким-то прибором в себя там что-то, а так час походить просто по дорожке, и лимфа не будет заставиться. Ну, это не одно и то же. Ты никакими фармацевтическими методами не сможешь такую крутую сделать себе антипаразитарку. Ты этого вроде не стесняешься, поэтому об этом можно поговорить по поводу пластических операций. Я знаю, что ты много их делала. делала овал лица, делала губы, откачивала, я так понимаю, липосакцию делала по телу в определенных местах. Я тебе честно скажу, это, кстати, одна из тем, которые меня заинтересовало, когда я тебя увидела в Инстаграме, это как бы вот в голове человека, который хочет все равно тебя сегментировать, не очень укладывается в образ такого экоактивиста, и человека, который топит за все натуральное и экологичное. Потому что, ну, все-таки либо гиалуронка в губы, либо эко-повестка. И экоактивисты, они как бы внешним видом пытаются подчеркнуть, что они против любых накачек губ, значит, всякое всего в лицо, в тело и так далее. Вот тебе не кажется, что здесь есть диссонанс, что ты вроде как бы экоактивист, но при этом девушка с губами, условно? Я за open mind. Я не против чего-либо. Я вообще за все, чтобы человек был хотя бы удовлетворен, да? Но вот если мне нужно для удовлетворения все время что-то менять в своем теле, почему бы мне это не дать? Я спокойная, я дружелюбная, и я вижу, что когда человеку что-то не дают делать, в нем все равно латентная агрессия растет. И вот эти вот натуральные экоактивисты, те еще латентные агрессоры. Ты еще что-то планируешь делать в пластической хирургии? Я хочу сделать еще одну круговую. У меня была круговая полгода назад, в июне. Я делаю все в Турции. Почему там? Ну, там более крутой уровень медицины все-таки, ну и уровень пластики там тоже подальше. Они учатся 12 лет только на пластического хирурга, это к базе медицинской. И они такие очень принципиальные, и у них хороший вкус. То есть у турков правда хороший вкус. Но часто мне, например, как вот этой русской такой матрешке, маловато. То есть мне хочется вау-эффект. Я говорю, мне нужно на телик, на телик, сделай у меня на телик. А он такой, давай аккуратненько. То есть по уровню сервиса это, конечно, топ. В России до этого еще не скоро дойдут. Мне кажется, что с губами перестаралась-то. А не думала о том, чтобы наоборот сделать? Сейчас многие уменьшают губы себе. Слушай, я ужасно выгляжу, когда они меньше. Я экспериментировала. Я правда очень плохо выгляжу. У меня есть такое сильное желание вернуть себе предыдущий аватар, когда я была мулаткой. Я помню жизнь, когда я была афро. И это было прекрасно. Я себе два года пыталась доктору говорить, чтобы он мне сделал африканский нос. Ну вот этот расплющенный нос с широкими ноздрями, чтобы вот здесь вот практически ничего не выступало. То есть губы я практически довела до того, к чему я... Ну вот помню, да? Но ты же не африканка. А я помню воплощение, когда я была афро, и это было так круто. Это совершенно другой аватар. Все-таки вот этот европейский аватар, он такой рыхлый на фоне тех ощущений, когда я была в афротеле. Мне очень нравилось. Ты не думаешь, что принятие себя и своей природы это в каком-то смысле тоже частика повестки? И, наверное, поэтому вот есть ощущение, что такие люди должны себя принимать в натуральном виде. Слушай, ты можешь потратить всю жизнь на принятие или пойти быстренько чикнуть и на следующий день быть счастливым человеком. Вот у меня времени лишнего на эту херню нет. Впервые о тебе заговорила пресса в мае 2022 года, когда в Мексике тебя избили мытищинские шаманы. Ну, на самом деле русские, понятное дело. Далее в доме в мытищах обнаружили тело топ-менеджера Лукойла Суботина. То есть какая-то вообще трэшовая история. Ты опубликовала фотки, где ты вся в крови. Расскажи, что случилось на самом деле, потому что ну какая-то совсем какой-то трэш. Тебя обвиняли в постановке тогда, в пиаре на крови и так далее. Ну, там была очень простая история. Я люблю получать знания. То есть я с 12 лет на тренингах, все время что-то изучаю. И мне друзья предложили очень такую узкую тусовочную тему уехать на месяц в Мексику и забрать знания шаманов. Нам привезли достаточно звездную тусовку. То есть там был президент шаманов Мексики, был какой-то супер-чувак из Перу. Но ты ехала в паре с этими мытищинскими шаманами, правильно? Они были знакомыми моих друзей, которые меня позвали. То есть как бы это не прямая цепочка. И когда мы приехали в Мексику, все в первый же день начали квасить. Ну, то есть они просто начали бухать текилу. И я такая, типа, what the fuck? Что происходит? Я одна в Мексике. У меня только вот эти друзья, которые их знали, меня пригласили, а они вместе с ними уже бухают. И я понимаю, что, ну, как бы, реально уже звоночки не очень. В итоге все заканчивается тем, что на второй день выясняется, что ничего нам рассказывать не будут. Шаманы привезли просто, знаешь, по 20 килограмм медицины. И типа, мы месяц должны просто вот где-то в промежутке между текилами, скалином и ауяской тусить. И я такая, я поехала. Ну, что мне говорят? Если ты выйдешь, мы тебя убьем. Ну, потому что они боялись, что я их тупо солью. Там все такие очень мажористые, достаточно серьезные ребята при политических чинах и все такое. Вот. И я поняла, что они не шутят. И я просто пошла в свой двухэтажный номер, закрылась изнутри и сидела там семь дней, пока за мной летел муж из Уфы. Прилетел муж и пытался меня выскорости по-тихому из номера. Ну, у меня 10 слов на голове, его тоже так нормально приложили. То есть, они подумали, что мы их все равно сдадим. Ну что, то есть, такие обкуренные шаманы смогли вас вместе с мужем Слушай, ну, на момент, когда они нас начали, то есть, у них была цель нас убить. То есть, они хотели нас реально убить, нас бы никто не нашел. Там просто вот микроостров, оттуда сбежать даже было сложно. Зачем вас убивать? В чем смысле? Они боялись, что мы их сдадим. А там разве это все не разрешено? Ребята, которые меня позвали, у них был серьезный политический чин в России. И они боялись, что я их сдам. Но они не хотели это афишировать, что это они. И они попросили вот этих ребят на меня наехать. В итоге, там все уже были настолько удолблены, когда я сваливала, а я уже, знаешь, такая просто на финише истощение, потому что я тупо не выходила там где-то 6-7 дней из номера. Иногда я ночью пробиралась на кухню, что-то ела и убегала обратно и закрывалась изнутри. То есть я просто сидела в номере. И они просто квасили неделю. То есть они мешали все подряд. И когда нас начали избивать, в принципе, они все были в одинаковом состоянии. То есть там уже друзей не было, грубо говоря. Ну ты понимаешь, что это звучит как суперфантастическое. Ну, это было суперфантастическое, потому что у меня 200 ударов моим же каблуком по голове. Потом они поняли, что на меня это не работает. То есть я просто истекала кровь, у меня кровь была вот до сюда. У меня все платье было насквозь. Я прям такая тепленькая стояла. Почему ты забрала тогда заявление из полиции? Я его не смогла подать. Мы были в Мексике. Я могла его подать только в Мексике, но я пожалела друзей. Потому что если бы я подала заяву, у нас бы всех там на неопределенное время примотали. Плюс там Мексика, хозяйка гостиницы сказала, что если ты подашь заяву, я скажу, что ты с нами жрала наркотики, всех твоих друзей посадят. То есть это прям было избиение? Нет, они хотели нас убить вдвоем. То есть они хотели убить меня, моего мужа. Девчонка била меня, а ее муж бил моего мужа. А почему им не удалось убить? Прямо волосы слезой. Я понимаю, что такое 200 ударов. Они когда поняли, что меня не забить, она меня схватила за волосы, она меня тащила пять метров по гравию, ее муж кричал утопи ее. И она меня тащила в бассейн топить. И вот она меня пока тащила, по-моему, Юлик с разбега ее снес. Ну, то есть он разбежался и просто ее куда-то снесли. Так, когда начался форшмак, вот эти ребята, которые были со мной, они уже поняли, что реально дело дрянь, и они как-то переключились. Вот. И все, они со мной уехали. Но в итоге я так понимаю, что это был заказ моих друзей. То есть я знаю, что мой друг, то ли они его за что-то шантажировали, то ли он их попросил, чтобы они меня запугивали, что это он боялся, что я уеду. Ну, ты понимаешь, что это звучит, как прям барон Мюнхгаузен какие-то жуткие приключения? Слушай, а я привыкшая к таким вещам, но у меня есть классная особенность, я не чувствую боли. Ну, то есть вообще никакой. Если меня пытаются как-то, ну, причинить боль, я ее не испытываю. Поэтому... в смысле? То есть у тебя вот сейчас начать колоть, и ты не будешь ничего чувствовать? Ну, если ты меня сейчас начнешь ножиком тыкать, я ничего не почувствую. Я поэтому такая бесстрашная. Ну, в смысле? Ну, так же не может быть. У каждого человека есть нервное окончание. Это противоречит. Ты знаешь, когда я иду к косметологу, мне больно. Но когда меня кто-нибудь в баре начинает запинывать, пьяный, я ничего не чувствую. Часто такое бывает? Не, ну, у меня был скандальный случай, когда в ЕКБ на меня двое парней просто с ничего напали. я заступила за подружку, они там что-то на нее наезжали. Я даже сказать ничего не успела, просто подошла, я уже очнулась на полу, меня запинывали в лицо, в живот. Охранники думали, что все, я уже померла там. И они их оттащили, меня поднимают, они такие, ты жива? Я говорю, я вообще ничего не... Но мне даже следов не осталось. То есть двое мужиков меня запинывали там сколько-то минут, пьяный, со всей силы, у меня ничего, ни одного. Ну, то есть нет синяков, ни отеков, ничего, я ни разу ничего не ломала за жизнь. Какая-то прямо магия. Конечно, магия, да, это мое любимое. Сеня, ручки у меня. Зажимайте электрод. Вот так. Расслабьте, пожалуйста. И что тут все значит? 57-43, это что-то. Это координаты контура. Мы их сейчас все введем, нам пока что общий контур тонкого тела. И вот хорошее это когда? Какой? Он должен быть максимально ровный, без пробоин, без выступаний. Ого! И что это? Вот эта жизнь помотала, так помотала. Серьезно. Так, и что это значит? Он неровный очень у меня. А у нас жесткий недостаток энергии. Видим, да, что хорошо стоите на ногах, есть небольшой перебыток энергии, который физическая активность. Не было ближайшие дни головных болей каких-то или чего подобного? Ну, все-таки это между горлом. Это выглядит как очень сильная невысказанная позиция, когда она есть, она сформирована очень крепкая, но она не проговорена вслух. Ее все равно придется как-то оттуда выталкивать. Вот здесь нужно изнутри наполнять, чтобы его вытолкнуть, чтобы внутренняя энергия стала больше, чем внешнего. Но энергии мало сейчас, да? Очень много со всех сторон противоречий и давления, да. Непростая ситуация. Непростая. Ну, я думаю, что это Андромеда, да. Андромеда однозначно. Что такое Андромеда? Андромеда если так уж поговорить, энергии космоса, энергии Земли. Наши точки сборки этого на хате, в сердечном центре. Скажи мне, вот этот отросток о чем говорится? Он говорит о возможном оттоке энергии. Левая сторона у нас женская, правая мужская. Что это значит отток энергии с женской стороны? Что это? Ну, я вижу, что отношения с женщинами вообще более в агрессивной сейчас ситуации, нежели отношения с мужчинами. Ну, ясен перец. Ну, что, вот вы так можете сказать, что есть ли какие-то проклятия и удары? Магические воздействия. Здесь есть, покажи голову у меня сверху. Ну, подожди, это у мужчин. Ну, кто-то пробирается. Ну, такой, кстати, достаточно крепкий. Куда пробирается-то? Кто-то в голову пробирается. В голову вашу. Вашу голову. Кто-то стучится. Очень много. Кто-то навязывает какую-то идеологию, какие-то мысли. Да, это может быть применение каких-то NLP техник. что-то вот такого образа. Мы не можем точно сказать, например, это чисто магическое влияние или это чьё-то информационное воздействие. То есть, например, человек может быть в окружении и может очень долго продавливать какие-то идеи и со временем мы здесь их заметим. А почему вы считаете, что это мужчина делает? Там видно, что он с правой стороны. Константин, прекратите. Ну, вот так уже чёрная магия выглядит, кстати, в виде скобки. На публичных людей всегда кто-то колдёт. Это вообще не новость. Это точно. Пойдёмте в комнату, зеркал, будем очищаться. Спасибо вам большое. Я не просто так начала с тобой разговор о политике и с этого теста. Когда говоришь с тобой о каких-то таких глобальных вещах, ты производишь впечатление абсолютно адекватного, трезво мыслящего человека. Но когда я прочитала про вот всю эту магическую твою часть, я немножко, скажу тебе честно, охуела. Потому что там много такого, что понять, ну, лично мне довольно сложно. Давай попробуем в этом разобраться. Цитата. «Я родилась в клане ведьм. В детстве я росла у них в Бишкеке. Баранов, петухов резали каждый день». Расскажи об этом поподробнее, пожалуйста. Ну, в клане ведьм, да. У меня только женщины в роду. Мужики все помирали, никто не прижился. Тётя, бабушка, прабабушка, прапрабабушка, сестра. Все занимаются магией. Мама прерывала эту цепочку, то есть она отказалась а так, это норма. Так в Бишкеке все занимаются магией. А что значит заниматься магией? Это же частный сектор. Люди живут в частных домах. Они там ночью в баню ходят, что-то делают, водичку заговаривают, нетрадиционная медицина, привороты, отвороты, знаешь, порченопоносность. Это вообще, мне кажется, Киргизия, Бишкек, в частности, этим живёт. Там нет людей, которые вообще не занимаются магией, можно так сказать. Но это такая очень бытовая магия, то есть не сказать, что там какие-то великие магии высоких посвящений или каких-то степеней. Нет, это всё очень бытовое, это всё такое склочное, это всё такое бабское, это деревенское. Когда они хотят наслать мор на соседский скот или приворожить какого-нибудь хлопца с той же улицы, где они и выросли. То есть это очень примитивный уровень детский сад. Это примитивный уровень, а есть какой-то высший уровень? Да. Это какой? У меня сестра Полина, Полина Сергеевна, у неё очень высокий статус магический в мире, у неё одно из наивысших посвящений Вуду, и она входит в 13 люциферианских магов. Это что значит, что за такие? Люциферианские. Люциферианские, то есть она поклоняется сатане. Почему люцифериане? Это цивилизация, никакого отношения к сатане. В общем, люцифер – это сатана, правильно? Люцифер – это название цивилизации, это светоносная раса, это не имя. Так, ну хорошо, я как далёкий от этого человек, у меня первая ассоциация, что это сатанинский кружок какой-то. Но и Вуду – это же тоже связано с тёмными ритуалами. Есть, как я понимаю, светлая магия, есть тёмная. Это скорее тёмная, правильно? Нет, есть только намерение заказчика. То есть смотри, если ты что-то созидаешь, если ты что-то создаёшь, что-то проращиваешь, это белая магия. Если ты отбираешь, убиваешь, наносишь какой-то вред и ущерб, это уже тёмная магия. Хорошо, люцифиряне чем отличаются от всех остальных людей? Вот эти 13 люцифирян. Ну это просто очень высокая мощь, то есть это проводимость твоего потока. Насколько ты энергоёмок? То есть это максимально энергоёмкие люди? Это люди, у которых максимально быстро всё срабатывает. Понятно. Так, ты сама говорила, что ты целитель. У тебя есть дар целителя? Ну, у меня есть и дар, и удостоверение. А вот эти способности, которые есть у тебя и у твоей сестры, их можно развить? Или вот сестре даны более высокие способности, тебе поменьше, и это уже с этим человек живёт всю жизнь? Ну, это точно так же, как музыкальный талант. Конечно, у тебя может быть милый ребёнок с какими-то задатками, если ты его не отдаёшь в узкопрофильное обучение, ничего из него дельного не получится. У меня есть серьёзное образование, я энеолог, то есть у меня есть удостоверение, и я училась на нетрадиционной медицине, то есть на целительство четыре года. Энеолог? Это биорезонанс. А где ты этому училась? Я училась в Екатеринбурге, но это дистанционное обучение было. То есть какой-то университет или школа магии? Нет, есть институт энеологии, он в Москве был, просто я была маленькая, училась в Екатеринбурге. Дистанционно? Да, но этому диплому 20 лет, тогда ещё интернета не было, если честно. А как тогда? Ну мы хотим найти просто это. Он существует, этот дистанционный? Мой учитель в Екатеринбурге, она у меня принимала экзамен, а удостоверение мне уже выслали. И что вы там делали вот конкретно? Чему тебя учили? Я лечила руками любые виды заболеваний, то есть в принципе я могла всё, что угодно вылечить. У меня не было каких-то ограничений. Я просто беру из биоинформационного тонкого тела человека, вытаскиваю определённую информацию и всё, и человек выздоравливает. Сейчас ты можешь это делать? Нет. Почему? Ну потому что тогда я была в серьёзной аскезе. То есть, например, когда я практиковала это 4 года строго диеты, я питалась только сырой гречкой, ну то есть я просто гречку заливала водичкой, я питалась зелёными яблочками и петрушкой. Вот это 4 года мой рацион. Целительство связано с диетой? Обязательно, да. В идеале быть сыроедом, потому что ну ты не можешь быть простым смертным, грубо говоря, и развлекаться, там, не знаю, бухать, пить кофе с утра до вечера и целить людей. Так не получится. То есть, это была очень строгая, аскетичная пора моей жизни. Это очень похоже на какой-нибудь там ну постриг какой-то, знаешь, я будто была в монашество 4 года. Слушай, я прочитала, что ты даже сращивала кости людям. Это правда, так? Да, да, да. Рада, ты понимаешь, насколько это пиздецово звучит, вот честно. Слушай, это типичный вторник в моей реальности. Нет, я просто, да, поясню тебе. Вот у меня есть чёткое разграничение. Я считаю, что люди, которые там запускают шарики в небо и говорят поверь в себя, ого-го, ну, как бы они не несут вреда в том смысле, что если есть дураки, которые в это верят и им нужно вот это ты молодец, запусти желание в небеса, ну, как бы чем только бы дитя не тешилось, да, то есть я не вижу здесь реального вреда, кроме того, что люди просто тратят свои деньги ни на что. Хотят запускать шарики, блядь, пусть запускают. Но когда речь идёт о том, что человек говорит я целитель, я сращиваю кости, я лечу от любого заболевания, но это конкретно может понести огромный вред человеку, потому что условно у человека может быть третья стадия рака, его ещё можно спасти, если он начнёт прямо сейчас химиотерапию, а люди очень многие вместо того, чтобы заниматься реальным лечением, идут вот к таким знахарям и доводят и доводят себя до летального исхода, потому что верят вот в это всё, что сейчас руками полечим, травку попьём, и вот я знаю одну подругу, она полностью вылечилась. Это ну как бы реальная, моральная, понимаешь, уже другая ответственность моральная. Там наоборот. К целителям приходят отказники. Я работала с отказниками. То есть когда уже человек говорит, всё ты инвалид, или всё ты помрёшь. Поломанные кости хирург говорил, всё ты мне больше не нужен. это реальная история из моей жизни. Я работала в журнале Happy, это такой глянцевый журнал, у нас был в Екатеринбурге тоже. И у моей начальницы, у главного редактора, сын был в какой-то юниорной сборной, суперчемпион на мировые всякие катался турне, он лыжами занимался. И он за там какое-то время до супервыступлений где-то падает и ломает себе ну вот эту нижнюю часть. Ну и всё, что ему говорят, доктора, ты инвалид до конца жизни. Ну через два сеанса он у меня нормально сросся. То есть он не хромал, он не стал инвалидом. Это реальная история. У меня была куча свидетелей, как бы, и мать, которая его притащила ко мне и сказала, давай. Я его на работе у нас лечила. Он приезжал ко мне в обед, я его сидела там руками лечила на глазах у всей моей рабочей команды. Чем он сейчас занимается? Стал чемпионом? Понятия не имею. Нет, он, конечно, не продолжил карьеру, но ему доктор говорил, что он не сможет уже полноценно ходить, что там всё сложно, что он будет хромать и всё такое. Всё с ним нормально, он сросся за два месяца. Ну просто это звучит, понимаешь, ты как бы даёшь людям надежду именно на медицинское излечение. Понимаешь, ты говоришь, я тот человек, который может совершить чудо. практикую сейчас. Понимаешь, я из этого вышла по моральным тоже, ну, каким-то, да, своим тупикам, потому что я поняла, что нет никакого смысла кого-то спасать. Понимаешь? То есть человек себя каким-то образом доводит до финиша, не может с этим справиться, потом он идёт к тебе и такой, помогай. Ты деньги брала за это? Нет. Для чего ты это делала тогда, если ты не брала деньги? Целитель настоящий, он просто не может этого не делать. Ну то есть, если я с детства из этого выросла, меня вынесло логично туда. Понимаю, не можешь этого не делать, деньги не берёшь, но и благодарность тебе тогда не нужна. Ты же это делаешь не ради того, чтобы человек тебе сказал спасибо. Я не хотела благодарности, я хотела... То есть, есть смысл потратить время на человека, если он находит взаимосвязь тонкого с реальностью. Если я на тонком плане могла их вылечить, что они в реальности тоже становились здоровыми, то я ждала, что это как-то закрепится в их головах, а оно не закреплялось. Они думали, что им повезло и уходили. Я никогда не прикладной функционал, я всегда пытаюсь как-то массово засеять какие-то осознания, понимаешь? То есть, мне вот этой вот ну как бы последствующей цепочке, да, я хочу быть камушком в центре водоёма, который даёт вот эти круги. То есть, здесь рынок вырастить не удалось, правильно я понимаю? Ну, рынок осознания точно не удалось. Ещё одна вещь, которая меня поразила, я прочитала в одном из твоих интервью, ты рассказываешь о том, что ты можешь влезть в голову другим людям и заставить их делать то, что ты хочешь. Дальше ты рассказываешь историю о том, что на таможне тебя остановили, не хотели отдавать тебе паспорт, хотели тебя задержать, непонятно за что, правда, ты залезла в голову работникам таможни и убедила пропустить тебя через границу. было такое. Что это за пиздец? Ну, это был вспышечный, короткий навык. Я тренировалась по методике Деир, и это была свежая, актуальная практика. Обычно я выхожу с тренинга и стараюсь практиковать. Как раз таки мы тренировались манипулировать людьми, заходить в сознание и заставлять человека делать то, что я хочу. Это как? Что значит тренинг? То есть каким образом ты заходишь в сознание другого человека? Это что-то уже из мэн-эн-блэк вообще. Это классическая Деировская практика. Ничего сверхъестественного. Как это происходит? То есть ты что, смотришь в глаза человека, упускаешь энергию? Вот можешь на, скажем так, не тонком, а на толстом уровне объяснить, как это выглядит со стороны? Я не поняла, почему меня не хотели выпускать. То есть за мной не было никаких висяков, никаких долгов. Я, если честно, не поняла. Но мне очень нужно было улететь и на операцию. А как выглядело со стороны это вхождение? То есть ты что, буровила его взглядом? Нет, я через стенку его обрабатывала. Это словесная практика? Нет, нет, нет. Это все тихо. То есть я сидела в коридоре, он ушел вот в эту свою комнатку, закрылся и ушел с моим паспортом. Я понимаю по времени, что у меня сейчас самолет улетит, а у меня операция. И я понимаю, что все. Ну, я как следует сфокусировалась и просто заходишь к человеку в голову, оставляешь там любую информацию, которая тебе нужна. Все, он вышел и дал мой паспорт, я ушла. Удобно. Ну, звучишь ты как супермогущественный человек. То есть просто конкретно как «Мэн энд Блэк». Заходишь в голову, меняешь сознание людей, заставляешь их делать то, что ты хочешь. Может, сейчас стоит тогда поднапрячься. Новый Кашпировский, рада русских. Ты бы там стаканы заряжала через телевизор, кости сращивала, народ бы потянулся. Сейчас вообще время, когда все вот эти бесконечные астрологические прогнозы, торология, кости сшивательства. Самая тема. Людям, когда вокруг такой пиздец, они начинают переходить вот в эти все языческие практики. Так второе, самая большая оборотка, конечно. Вот. Так и чего? Так я не знаю, ты просто меня не нанимала пиарщиком, но вот в принципе надо так действовать. Три месяца скеза, диета, ешь гречку, лечишь людей и все, 90% рейтинг. Представляешь, пришли тебя арестовывать как главного оппозиционера, а ты взглядом людей остановила, и они уже на твоей стороне. я, знаешь, я вот давно научилась все делегировать, и это я тоже делегирую. То есть у тебя есть свои придворные какие-то колдуны? У меня есть магический отдел. Серьезно? Да. Сколько там человек работает? Ну, там моя сестра и все бригады, которые работают на ней. А у нее хорошая сетка. То есть вот эта сестра из Люциферов, которая? У нее команда в Турции, в Стамбуле хорошая команда, в Конго команда и на Кубе. Три команды на нее работают. А ты кому-то когда-то какую-то порчу или зла желала, накладывала, ну, не знаю, женщина увела кого-нибудь у тебя или гадость кто-то сделал? Знаешь, чем хороша магия? Например, магические убийства не запрещены и не отслеживаются. Очень удобно. Магией можно все, что угодно решить. Слушай, ну, а ты вот проследила эту взаимосвязь, когда субботина нашли в подвале у шаманов. Как это произошло? Ну вот расскажи, я знаю, что нашли. Это было месть. Да. У меня не получилось их посадить в Мексике. Год я ходила в психотерапию на расстановке, чтобы понять, кто был виноват. Потому что я в себе тоже очень глубоко всегда ковыряюсь. Может быть, я спровоцировала ситуацию. Через год психотерапии я поняла, что, в принципе, это было, правда, нападение. Я никого не провоцировала. И я решила, что я отомщу. Я просто закинула в свой магический отдел заказ и сказала, мне нужно, чтобы вот этих двоих закрыли. Ровно через две недели мне мой маг говорит, сегодня всем прилетит. Я была утром в Стамбуле. Я выкладываю stories, что вот я сформировала магический отдел, кинула обратки всем своим врагам. К вечеру мне обещали, что всем будет плохо. Я сажусь в самолет из Стамбула в Москву. Прилетая в Москву, у меня завален весь директ. Потому что именно в доме этих шаманов каким-то волшебным образом нашли в подвале именно в этот вечер труп миллиардера. Их закрыли. То есть ты свою цель выполнила? Да. А что, маленькая показательная... А то, что ценой человеческой жизни, ты этим гордишься? Я уверена, что у них там свои взаимоотношения были. Я не думаю, что он был жертвой. К тому же... Если он был убит, он точно жертва. Он же был отравлен жабьим ядом. Не надо, слушай. Они там все три придурка. Он был перебуханный, упитый насмерть водкой. В нем что-то еще было. Он наглотался валидола. Потом он выпил еще какого-то боярышника. Короче, там какая-то дикая дичь. И потом они сверху решили его почистить. Камбу ему сделали. Ну, это когда те яд вводят. А камбу... Чтобы сделать камбу, шаман тебя готовит обычно две недели. Это практически сыроедение. То есть понятно, что бухому человеку нельзя делать камбу. И он это тоже прекрасно знал, потому что в субботе он был не первый раз в этот прекрасный вечер. в них он был постояльцем. Но при этом это не просто бухой человек ввел себе жабий яд. Это Рада Русских организовала всю эту ситуацию. Ну, у меня есть сторис. В принципе, как бы все доказательства на руках. Маленькая показательная порка. Стоит этим вообще гордиться. То есть, по сути дела, ты намекаешь на то, что ты имела отношение к убийству. Но это же пиздец, Рад. Нет, это про то, что не нужно, во-первых, быть непрофессионалами. Во-вторых, не нужно обращаться к непрофессионалам. Потому что ребята заявляли себя носителями высокой традиции, а это плевок. Но это, правда, не стоит такого делать. Я им в лицо сказала, что они не могут себя называть шаманами. После чего я получила 200 ударов по голове. Я насколько тоже поняла из какого-то твоего интервью, что у тебя последнего мужа тоже утащили корявым приворотом, как ты выражаешься. О чем идет речь? Я хочу пояснить. Это вообще забористая история. У меня была фанатка, которая просто дико, неистовая меня обожала. И она очень много лет пыталась на все оффлайны приходить. Она покупала у меня все какие-то продукты. И в какой-то момент она стала настолько навязчивой, что я сказала, вот просто больше ко мне не подходи, потому что человек начал уже лезть под кожу. И я и так сильно разбила этим сердцем, что она выбрала целью своей жизни мне отомстить. Ну вот за вот эту разбитую любовь. И она полтора года всеми путями пыталась утащить у меня мужа, которого она даже не любила. То есть она просто мне назло любыми путями хотела утащить у меня парня. И в конце у нее получилось, потому что он просто со стеклянными глазами ушел. И спустя 4 месяца они уже в свадебном путешествии в Доминикане мой бывший муж никогда бы ни на ком не женился. Потому что когда я была с ним в отношениях, он был так счастлив, что он развелся с бывшей, что поклялся, что он больше вообще никогда. То есть вы не были женаты? Я никогда вообще ни разу и не собираюсь. У меня куча бизнесов, у него куча бизнесов, но это абсурд. И тут он выходит за мою врагиню через 4 месяца после того, как он свалил официально замуж. И я такая, ну, здрасте, приехали. То есть в принципе я поняла, что произошло уже когда они расписались. А сама-то пыталась кого-то таким способом привлечь мужчину, ну, например, там, приворожить, как-то приколдовать кого-то? Приворот это, скажем так, средство для тупых и убогих, как мы говорим в профессиональной среде. Потому что любой приворот это насилие. Если ты совершаешь в тонком поле насилия, в любом случае наказание будет, это тебе не государственная структура, там все очень точно работает, это очень принципиальный, очень честный мир. Знаешь, проблема всех этих практик, они в рациональном сознании разрушаются каким образом? Все говорят, слушайте, мы бы поверили в предсказание, если бы какой-то предсказатель мог точно сказать, что там завтра на бирже произойдет и заработать там много миллионов за счет того, что он знает, какие акции там вырастут послезавтра, потому что вот когда есть какие-то точные вещи, их бы можно было и так использовать. Магия это не то, что ты такой великий нехочуха сидишь и тебя с ложечки кормят. То есть если ты лапками передвигаешь, то тебе могут помогать на энергетическом уровне где-то открывать дороги и формировать какие-то события. Вот, например, давай, можно я вопрос задам? Вот ты же сама придумала у меня взять интервью? Да. А как к тебе пришло это решение? Ну, я вначале увидела какие-то твои посты в Инстаграме, потом мы встретились, ты прилетела в Дубай, я так очень удивилась и как-то меня это расположило. Пообщались там во время вот этих трех дней, ну и как-то я стала уже гуглить, смотреть информацию, я поняла, что мне интересно и что ты парадоксальный человек, а потом ты еще и в президенты пошла, я думаю, ну, пиздец. Я решила, что, учитывая, что я когда-то тоже была женщиной, которая баллотировалась на этот пост, почему бы не взять интервью у тебя в этом новом качестве? Ну, смотри, я помню, ты подошла в пустыне, ты еще не знала, что я собираюсь в политику точно, ты еще не знала, насколько странная, да, несуразная личность там контрастная и тебе все равно было интересно, хотя вот этого бэка не было. Интервью с Ксенией Собчак было в списке моих новогодних подарков у Полины Сергеевны на прошлый Новый год. Круто. Если честно, эта квартира стала большим стимулом взять у тебя интервью. Она уже была во многих фотосессиях. Впервые я ее увидела в «Собаке», еще до знакомства с тобой. И мне очень понравилось, что ты вот мыслишь свою жизнь такими пространствами, потому что для меня это очень ценно. Я из Петербурга, очень люблю этот город и считаю, что вот такого рода пространство в нем это самое великолепное. К сожалению, мало кто это понимает. И вообще никакой новострой вот с этим роскошством сравнить нельзя. Расскажи, как ты к этому пришла и вообще сколько стоила эта квартира? Это был мой 45-й проект. Мое маленькое женское хобби стройка, реновация, реставрация. Почему? Скажи, это вообще выгодно? Нет, это не бизнес, это хобби. Я на этом не зарабатываю и нисколько не заработала. Я ради этого зарабатываю. То есть я настолько люблю строительство, стройку, реновацию, что я, научилась много зарабатывать. То есть я считаю, что это мой основной стимул был. То есть кроме того, что я дачу мецмахера делаю, у меня еще есть два объекта, один памятник ЕКБ делаю и в Питере мы купили коммерческое помещение. Я нуждаюсь в ремонте, то есть я всегда в процессе стройки. По поводу хейта, понятно, первое, что меня обвинили, что купила, ничего не делаю, потому что люди не понимают, сколько нужно лет, лет, несколько лет, плотной работы, с условием, что есть деньги, с условием, что есть, но уже какой-то хороший опыт стройки. Я лучшее, чтобы произошло с этим зданием, это 100%, оно попало в лучшие руки, потому что до меня здесь было много владельцев, и то состояние, в котором оно мне досталось, вы можете дальше наблюдать, то есть полздания просто провалилось. и я выкупала у государства это здание и спасала здание от государства, потому что понятно, что все памятники в идеале передать в частные руки, потому что частные руки могут справиться с памятником, ему нужно внимание, как, ну не знаю, то же самое, что я 100 детей бы родила, примерно то же самое по нагрузке. Понятно, что государство не может это все делать. Второй хейт был, что купила за рубль, сейчас будет наживаться. За рубль, поверьте, не так просто купить памятники, у меня таких нет, то есть я все равно заплатила эти 8,5 миллионов. Основной хейт идет, что ничего не происходит. Мы заколотили окна, очень холодно, зимний сезон, мы работаем внутри, снаружи этого не видно, и люди, которые проходят, говорят, что мы ничего не делаем. Они просто не представляют, какая здесь толпа народа с утра до вечера. Это постоянный, мелкий, очень ювелирный труд. Ну и, конечно же, мы очень боимся вандалов. Чаще всего нам били окна, залазили через окна, и мы сейчас уже поставили охрану, мы провели электричество. Дом все время под наблюдением, и мы заколотили окна, в том числе, чтобы к нам никто не заползал. Так выглядят наши зимние работы. Мы фасад будем делать летом, а всю зиму мы работаем внутри. В чем сложность? То есть ты покупаешь, когда памятник, это всегда кот в мешке. Я купила памятник, невозможно оценить, сколько будет стоить его отреставрировать, потому что сначала нужно изучить все материалы. Чтобы изучить материалы, нужно снять обои. Если есть какие-то, вот здесь, например, мы выяснили, что у нас были зашитые двери, потому что здесь были какие-то щиты фанеры, здесь была штукатурка. И вот чтобы начать изучать, нам пришлось снять штукатурку, нам пришлось снять обои, еще что-то. И теперь мы изучаем куски. То есть мы смотрим, где у нас сгнило дерево, где не сгнило, в каком состоянии конструкция. Еще полгода у нас уйдет на то, чтобы мы поняли состояние всех углов. Мы изучаем перекрытие. Вот, кстати, в соседней комнате видно, специально прорубается полностью дырка и смотрят полностью состояние еще и перекрытий. И только когда мы поймем состояние каждого уголочка, мы сможем это как-то осметить. И это правда кот в мешке, потому что мы пока что предполагаем, что это будет 120 миллионов в общем. Но, как всегда, сумма может сильно вырасти по пути. Но вот здесь вот страшнее всего. Так, вот, ребята, аккуратно не наступайте вот на эти штучки, пожалуйста. Смотрите, видите, вот эти стропилы, вообще вся конструкция, она сквозная в пол. Во-первых, она поддерживает, у нас там небольшая авария была с этим куском, да, с куполом. Он проваливается. Я сверху, когда была, я встала на одну точку и прям чувствовала, что я сейчас провалилась. Мы его поддерживаем. И плюс мы прорубили вот здесь вот отверстия. И мы через них еще изучаем полностью перекрытия. Не, ну двери хотя бы мы сможем спасти. Да здесь практически все двери, они сохранились. Ну, двери, массив хорошенький, да. Пойдем на первый этаж. Пустим, передо мной. Кстати, здесь даже нашли старый плинтус. Так, мы труп все еще не нашли? Я все жду, когда мы найдем какой-нибудь труп, да, и у нас будет сенсация. Нам не хватает мистичности этому месту. Здесь же привидения живут. Да, я все жду, когда строители кого-нибудь замурованного найдут между стеночками. Вот это самое плачевное место. Это место, где обвалилась крыша. 20 лет ей никто не занимался. В совковый период здесь был то ли детдом, то ли какая-то спортивная школа. В общем, не знаю. И с тех пор никто сюда не заходил. И она просто стояла и гнила. Догнила до того, что крыша под натиском снега провалилась, и рухнули все перегородки. И, в общем, полностью мы утеряли эту часть. Я надеюсь, что мы сможем договориться с Геоп Геоп. Я надеюсь, мы договоримся. Я хочу его законсервировать. То есть я не хочу перекрашивать фасад заново в исходный цвет. Мы хотим оставить вот этап шарпе, чтобы оставить этот красивый мистический, готический вид и фактуру. Очень нужна консервация, не реновация. В дачу ты собираешься вложить 120 миллионов. Правильно я понимаю? Мисс Махер. Я думаю, что Анатоль меня просто бережет от реальных цифр. Наверняка цифра вырастет. Анатоль это пара. Да, Анатоль это наш подрядчик. Ну, слушай, это тоже такой уникальный проект, потому что я так понимаю, что это уникальная деревянная постройка, полностью пустая, и уже обваливается потолок. То есть это такая прям большая архитектурная ценность в парке, находящаяся, которую ты обещала спасти. Но я там понимаю, тоже была критика, что очень долго это стоит без ремонта после твоей покупки и продолжается какое-то разрушение. Ну, хейт это основная эмоция, которую люди испытывают. А почему? В принципе, смотри, первый, да, вариант, что люди ненавидят богатых. Понятно. То есть кто я такая, что я просто вот взяла ее, купила и просто вот реставрирую, у меня даже коммерческой цели нет. То есть ты реально собираешься потратить 120 миллионов без коммерческой цели? Или все-таки какая цель есть? Я не думаю, что это отобьется когда-либо. Даже если мы там сделаем ресторан, то я не думаю, что у нас будет там супероборотка. Ну и понятно, что категория, кого я обещу, это люди, которые думают, что ничего я не делаю. То есть они думают, что я купила, ничего не происходит, они не понимают, насколько это долго отреставрировать не однушку в спальном районе. Знаешь, ты заехал и делай как бы. И никто тебя не контролит. Это памятник регионального значения. То есть меня за него имеют просто все инстанции по кругу. Вот такая стопка документов за три года у нас. Еще я знаю, что был какой-то скандал с лестницей. Это явно не с этой. Значит, лестницу, которую ты якобы купила на Авито. Это тоже лестница представляет из себя какую-то большую архитектурную ценность. Вот можешь рассказать, что это была за история? Это зашквар всей моей жизни. Я достаточно давно коллекционировала антиквариат и винтаж. И вообще такой, ну, очень бережный в этом плане персонаж. Я каждый день листаю виды. И мне попадается просто в рекомендациях чугунная лестница. Два гигантских пролета. Вот, как вот эта, только она шире, их два было. А парни ее продавали за 650 тысяч. Я понимаю, что дело неладное. То есть, если такую роскошную лестницу за такую цифру продают, там точно какой-то, ну, это уже звоночек на криминал. Я с ними связываюсь, я говорю, памятник, не памятник. Они такие, нет, не памятник. Я пробиваю здание, здание не памятник. То есть, в принципе, если здание не памятник, там и охраняемых под охранных элементов нет. Я понимаю, что у лестницы два варианта. Или ее отвезут на металлолом, в принципе, те же деньги получатся, или я ее куплю, потому что явно никому 150-летняя лестница не уперлась. Ее же еще надо хранить. И я очень часто покупаю объекты на консервацию, так называемую. То есть, ты что-то покупаешь, и оно просто у тебя лежит на складе. И я ее купила на склад, и мы поехали с бригадой, и мы ее хотели сами аккуратно демонтировать. Я специально полетела на демонтаж. В итоге начался дикий зашквар. Город встал против меня на защиту этой лестницы. Два дня мы не могли понять, что происходит. В итоге оказалось, что это здание было когда-то каким-то купцом подарено какой-то там славянской общине. Потом эту славянскую общину 80-е выперли, с дома стерли статус памятника. Все там подчистую просто вынесли. И единственное, что осталось в этом здании, это два пролета лестницы. И вот эти славяне легли плашмя на эту лестницу и сказали, не отдадим. Навели дикого кипиша. Я говорю, окей. Я записываю обращение к мэру. Я им предложила, что давайте я подарю городу эту лестницу, если вы найдете место, куда ее можно установить, чтобы ее не выбросили. Мэр присылает ко мне помощника. Помощник мне лапшу на уши, что вы сейчас уедете, мы тут все подутихнет. Мы вам потом ее пришлем. Нам лестница типа не нужна и проблема тоже. В итоге, там как бы я так понимаю, что я стала прокладкой в конфликте населения с мэром. И вот там все раздувают, короче, и все это зацикливается на мне. И горожане выяснили, в какой мы гостиница. И нам уже звонят, говорят, от вас сейчас придут это. Ну мы привыкшие с мужем. В принципе. И мы бежим через задний выход гостиницы, вызываем такси, и на такси уезжаем из Казани в Уфу. Представляешь? То есть мы понимаем, что нам нельзя на ЖД, нам нельзя на самолет, и мы уезжаем на такси. Мы едем на такси, по радио новость дня, что Рада Русских, враг Казани, хотела лишить город главного достояния. И этот таксист везет нас по трассе. И такой, убейте ее, задыши, скотина, фашистка. И мы просто сидим вот такие, вдавились в два кресла, и мы шесть часов не разговаривали. Потому что там сказали мое имя, и мы понимаем, что если сейчас этот водила поймет, кого он везет, нас тут же и порешают. Было очень круто. Я постоянно вляпываюсь в такие ситуации. Но ты ее никуда не установила в итоге? Нет, мне вернули деньги на следующий день, они мне не отдали лестницу. Поняла. Хорошо, расскажи про это пространство, как ты его делала? Здесь, слушай, начинает холодильник снег. это единственный, я не знаю, что тут происходит. Гречка, гречка, все прилично, все продукты. Вон только чешские, что это, пиво, бочкарев. Нет, это точно не мое. Я пиво, не пью. Это единственный в мире кастом, с мега, иконописцем. Его писал полтора года иконописец из Москвы. Здесь настоящая поталь. Ну, то есть, это хороший уровень росписи. Кто это? Слушай, я его так давно купила, то есть, я тогда еще вообще не сообразила как-то с ним контакт уберечь. Он его потом обтянул пленкой для автомобилей, и он такой неубиваемый. Я купила его за 80 тысяч рублей. Человек убил на него полтора года, и ему еще вот этот кастом кто-то сделал. Я думаю, что он, ну, как бы, просто экспонат. Что там наверху? Это просто библиотека, да? Правильно? Это всемирная библиотека. Это самый популярный лот на Авито, который люди пытаются дропнуть, ну, то есть, скинуть. в чем фишка? Это была статусная покупка в какой-то момент, но поскольку раньше все были очень такие, ну, бережливо-прижимистые, их все хранили в суперобложке. Суперобложка вот эта глянцевая, и ни разу никто их не раздевал, ну, чтобы они не засаливались. Вот, а я знала, что там внутри книги разных оттенков. Я просто купила две полные коллекции по 125, по-моему, книг в полной вот этой коллекции библиотеки. А что это? Всемирная библиотека чего? Литература? Я не знаю, это просто всемирная библиотека. Ну, какого издательства? Я понятия не имею. Я покупала как арт-объект, и я даже ни разу до них не дошла, потому что их расставляла моя, моя ассистентка. И просто привезли вот такую кучу книг, и я была на зимовке на Бали. Зачем покупать книги, если ты их не читаешь? Это арт-объект. А их бы все равно куда-нибудь выбросили. Люди выкидывают без зазрения совести. Вот, например, какой человек захочет такое на Авито купить? Это легко найти вот такую библиотеку? Да, да. То есть ты заходишь, пишешь всемирную библиотеку, тебе сразу выходит. Там разные пакеты. То есть кто-то по 10 книг продает, а полная коллекция 125 или 150. Вот здесь две полные коллекции. То есть все книги дублируются. Понятно. Слушай, а давай можешь открыть Авито и поучить? Я тоже обожаю Авито. У меня в моем доме прекрасно, например, рояль. Я им очень горжусь. Это рояль 18 века. Мы его нашли на Авито. Я с одним из лучших. Я взяла человека от очень большого музыкального гения, настройщика. Он поехал, он сказал, это вообще уникальная находка. Вот как ты ищешь вещи на Авито? Давай, мастер-класс. У меня сейчас сестра делает ремонт. Я часто ищу какие-то лоты, она сама не умеет искать, и я ищу за нее. Я сейчас собираю коллекцию готики. То есть нужно обязательно просто забиваешь самый элементарный запрос, и потом идешь в фильтры. И здесь очень важно искать по всей России, потому что искать в конкретном городе узкопрофильную вещь совершенно бессмысленно. Поэтому я всегда беру все регионы. Дальше мы всегда смотрим, лучше смотреть дороже лота, потому что ты тогда знаешь примерно рынок цен, и тогда, когда ты ниже спустишься, ты поймешь, дорого или идешь. То есть идти с более дешевого в более дорогое никакого смысла нет. Вот, все, и ты начинаешь искать, и первичный чёс ты делаешь общий, чтобы вообще понять, что люди называют готикой. И ты понимаешь, что в готике какая-то херня. Херня в готике. Значит, мы идем еще раз, и мы начинаем уточнять категории. Личные вещи, допустим. Вот. Но личные вещи, например, меня не интересуют, я помогаю делать ремонт. Все. Идем для дома и дачи, и понятно, что меня интересует мебель. Так. Все. И у нас получилось 412 объявлений. И здесь сейчас самое интересное начнется. О, какое струнение. Вот это нравится. Это дороговато за него. 493 дороговато, да? Не, ну, скорее всего, это комплект. Ну, я здесь часто нахожу что-то в пределах 200, очень приличное. Но нужно смотреть каждый день. То есть, объявления все время новые появляются? Да. Если ты в первый же день появления лота его не покупаешь, на следующий день его не будет, потому что за хорошими лотами таких умников, как я, еще там 500, например, узкопрофильных коллекционеров, которые ловят стиль. Лучше всего это делать перед сном. Кстати, вот неплохой объемный шкаф. Хорошая вот эта объемная часть. И если ты собираешься что-то купить, ни в коем случае не нужно сразу покупать. То есть, например, когда я сестру учила покупать на Авито, у нее сразу надо брать, надо брать, надо брать. Я такая, нет. Первый месяц, ну, вот этот, кстати, давно, но он очень скучный, у него нет ножек. Да, и он очень скучный. Поэтому он тут давно. Ну, в принципе, я бы его разобрала на какую-нибудь межкомнатную перегородку. Двери, да. Да, то есть, его можно разобрать. То есть, сразу не нужно покупать, нужно хотя бы месяц поизучать рынок цен. И что происходит за этот месяц? Авито понимает, что ты ищешь, и тебе потом не нужно искать. То есть, ты просто заходишь на Авито, и он тебе сразу все самые свежие, да, интересные показывает сообщение. Что еще делает программа? Она тебе покажет то, что как-то криво названо. Ну, то есть, например, человек не знает Готика, он там просто какой-нибудь, там, не знаю, Винтаж напишет, или Горка-антиквариат. И он не знает название стиля, потому что ему от бабушки досталось, он понятия не имеет, что это вообще. Но Авито анализирует картинки, и согласно этим картинкам понимает, что тебе нужно. Да, тебе лоты, которые ты бы сама не нашла. А у тебя есть какие-то будильники на какие-то поиски, которые сами приходят? Нет. Но мне уже система сама все интересное Ну, надо посолить кучу трэша, чтобы случайно что-то найти классное. Ну, да, вот сейчас я уже полгода, наверное, изучаю рынок квартир в Москве, потому что точно придется переезжать. Ты хочешь купить квартиру в Москве? Ну, это проще, чем жить в аренде. И что ты нашла из такого приличного? Вот там, где кафе Пушкин, вот на следующей улице есть такой дом, как-то его называют холостяцкий дом, там высокие потолки, там очень много хороших объектов, потолок 3,60, гигантские окна, это такие типа однушки, то есть в районе 22-23 миллионов можно купить себе гардеробную комнату в Москве. По факту мне нужно просто перевезти туда одежду. Но ты же говорила, что ты ненавидишь Москву. А я не хочу там жить, ну, понимаешь, каждый раз везти с собой три костюма, четыре пары обуви, клипсы. Да, переодеваться, проще мне туда дропнуть вещи, забежала, переоделась, потому что все остальное время я хожу как бомж. Хорошо, а какой все-таки твой город? Для женщины, мне кажется, все равно важно иметь свою главную базу. Я не хочу сюда уезжать, но это будет вынужденный шаг. То есть я даже на Бальне хочу жить, например. Кстати, подожди, стой тут. Это я тебе с дня рождения пытаюсь подарить подарок. Ой, спасибо. Кстати, мне прислали новогодний подарок, видимо, какие-то с тобой связанные люди, шампуни и все. Реально поработает. Спасибо тебе большое. Но это был личный подарок на день рождения. Это винтажный Ральф Лорен. Это очень красиво. Мне очень понравилось вот это медовое сложное сочетание. Ой, мне очень нравится. Я их купила на Авито. Это очень красиво. Все, что ты тут видишь, все куплено на Авито. Ну вот давай, пойдем по гордости главной. Что вот у тебя здесь из того, что ты по-настоящему. Это, я так понимаю, не на Авито. Это главный. Это Аскелли. Это прямо главный тренд сезона. То есть... Помады. Ребят, чтобы вы не думали, что это что-то крамольное, это просто помада. Правильно я понимаю? Потереть на удачу. Так, это что такое? Это мой лучший друг Сережа Бондарев. Он живет, кстати, в соседнем доме. Специально поближе к нему приехал. Мы дружим 20 лет. Я считаю, что он с меня ее лепил. Их всего две. У меня цветная, у него белый прототип стоит. Вот. Его очень любят в мире, но абсолютно не знают, как всегда, в России. Это новодел. То есть это... Я купила у лучшего друга. Это тоже с Авито. Это Авито, да. Это лимитка, посвященная Жан-Мишель Баске от Валентина. Это я сама сделала. Это мои полотна. Твои картины? Да, это мои картины. Поскольку фэшн-дизайнер, я очень люблю тканы и фактуры. А почему свою фирму одежды не делала? Мне хочется чего-то более значимого. Я не хочу засорять мир, я хочу его очищать. И я в какой-то момент вышла из производства, потому что я чувствовала, что я произвожу, я заполняю, засоряю, а мне уже хочется вот следующий. Это была ткань, я ее вывернула, то есть это оборотная ткань купонного метра. Купон – это вот полтора на полтора. Это два купона. Питерский подъезд, окна старые, это, конечно, вот это стекло. Все, что получилось сохранить, мы сохранили. Пол родной, мы его циклевали, потом вернули. Что еще с авито? Вот какими предметами ты гордишься с авито здесь? Больше всего расскажи про люстру или про шпра. Вот что? Сама выбирай. Специально для Олимпиады строили здание, для каких-то общественных торжеств. И под них, под заказ, сделали освещение. И вот год назад в Подмосковье решили его как-то реновировать. И они продавали всю внутрянку. Мне хватило на одну люстру. Она стоила 650 тысяч. И там еще были поменьше, но, в принципе, она у меня ровно сюда вошла. Я ее купила как арт-объект, она даже не подключена. Но нам пришлось за ней отправить бригаду ребят. Они ее разбирали три дня, а потом неделю собирали. Чем ты еще гордишься в этом пространстве с авито? Ну, наверное, любимая покупка это набор стульев. Вот эти шесть идеальных стульев, на мой взгляд, я купила за 60 тысяч рублей. Это Италия 70-е годы. Представляешь? Но более элегантного стула я не встречала в своей жизни. Я считаю, что они по цвету, по фактуре просто безупречны. Вообще все, что ты видишь, куплено на авито. Все. Ну, то есть это в прямом смысле все. Слушай, мне пора начать с ними сотрудничать. Ты их так рекламируешь, что надо уже открывать свою страничку на авито. Ну что, пойдем в главную генеральскую комнату? Ну что, вот я и в спальне. Вот плеточка у нас. Послушай, ну вот круглую кровать я видела только в доме у Васильевой. Но это же все дико неудобно на этом спать. Это потрясающе, потому что у тебя у тебя нет ну как бы точки, куда ты должен спать. Ты реально здесь спишь? Да, одна, звездочкой. Классно. Ложись, все нормально. Мне кажется, вдвоем вообще здесь никак. это холостяцкая квартира. У тебя же есть сейчас отношения, правильно? Ну он живет в отдельной квартире. Подожди, а вы не живете вместе? Что, гостевой брак? Да, гостевой брак. Ой, расскажи, я же все время обвиняю в гостевом браке, но у меня брак реальный в этом смысле. Все в одной спальне. Расскажи, а как устроен гостевой брак? Вот как это вообще? Ну вот я сейчас отработаю, уеду к нему. И вы там будете ночевать? Да. Но у тебя есть свое пространство, и иногда он к тебе приходит. Да. То есть это как бы жизнь, гостевой брак, это жизнь на две квартиры, правильно? Да, просто... А чем это лучше, чем вместе жить? Смотри, поскольку я сделала много ремонтов, построила нам, мне и моему новому мужу, я делала нам ремонт, и я каждый раз адаптировалась под его потребности. И ни разу у меня не получилось сделать интерьер, как я хочу. И вот когда я делала эту квартиру, слава богу, я была одинока. И я сделала все, как я хочу. И в конце ко мне стучится мой бывший такой радусик, может, мы опять начнем дружить. А я такая думаю, блин, Серега, а ты уже не влазишь, как бы... Ну, то есть здесь вот на одного все просчитано, и я такая, сорян, но у меня как бы... Я вот не хочу ни с кем в одной спальне спать, для второй спальни здесь места нет, если только вынести гардеробную, но в принципе квартира без гардеробной мне вообще не нужна тогда. Вот, спать с кем-то вместе я вообще не люблю, то есть я вот такой прямо... Мне нужно побыть одной, то есть мне не хватает одиночества, я все время кем-то окружена, у меня очень много дел, публичности много, и мне нужно побыть одной, и я не хочу с кем-то жить. Откуда эта картина? Что это? Кто это? Эта картина куплена в знак благодарности у питерской фотохудожницы Женя Парфенова. Женя меня приютила, когда я переехала в Питер, я купила себе квартиру, но я не подрассчитала, что я не смогу там жить, пока я делаю ремонт. И это было настолько мило, что спустя несколько лет, когда я так обросла жирком, я заказала у нее самую гигантскую, жирную картину и заплатила ей прямо полный прайс. Сколько она стоит так? 120-140 тысяч под ключ она взяла. Я считаю, это супер дешево. Красиво. Тоже с Авито люстры? Да, конечно, это Авито. Это хороший винтаж. Это Шенуа Зри. Это уже такой хороший антиквариат даже. Это, в принципе, тоже антиквариат, наверное. Потому что все, что старше 40 лет, мы можем уже назвать антиквариатом. Ну да. Кстати, почти все, что здесь, тоже с Авито. То есть одежда, сумки, аксессуары. Подожди, ну а вот тебе нормально? Я, например, тоже, я очень люблю винтажные вещи, но я, например, там условно, ну еще как бы плащ, кофту, это я еще могу, но обувь, представить, что кто-то там все-таки ногами потел, ходил, ну понимаешь, грибок какой-нибудь. У тебя нету такой брезгливости? Я не очень верю в болезни. А что это за сумки у тебя целая коллега? Это мои друзья, парни, дизайнеры. Это вот как раз из тех, кто круто выстрелил. Из тех, с кем мы начинали два очень классных человечка с безупречным вкусом. Каждый год они дарят мне по сумке. То есть, судя по количеству, четыре года вы с ними дружите. Нет, они просто не сразу начали производить сумки. Вот это, конечно, очень красиво, хогучее, шмучее. Ой, я обожаю подиумное все. Вот это прямо отлично. Слушай, здесь тоже всякое такое у тебя. Девичий рай. Ну это тоже все бэушное. То есть я такой параноик в этом плане. Ну, кроме, наверное, вот эта сумка русского дизайнера. Ну это известная модель, достаточно. Слушай, это прекрасно. Скатертью дорожка. Да, там самое интересное. Шик. Что за дизайнер? Слушай, я не помню, как из-за этого. Ты надпись-то оценила? Под скатертью дорожка. Послание. Ну, мне вот это очень нравится. Это прям красота. Арт-объект. Да. Здесь у меня бесконечная коллекция сумок. Ну, это активная светская жизнь. Понятно, это бесконечные клатчи. Все мое детство. Когда я не могла покупать Ральф Лорен и прочие котиры. Это круто. А, кстати, еще. Есть сумка лет. Я купила сумка лет. Это очень редкая игрушка. Сумка лет? Сумка лет. В сумме есть отдел тоже бэушек. Вот я взяла у них две сумки. Очень довольна. Они очень редкие. Слушай, а эко-повестка тебе не кажется, что для России это прям очень далеко где-то? Ну, то есть, как бы, здесь люди, наоборот, живут в ощущении, знаешь, что, как бы, чего уж чего, а газа и нефти достаточно, а вот все остальное сделать было бы хорошо. А когда ты приходишь сюда, в такую страну, где вообще нет проблемы ресурсов с эко-повесткой, ты как немножечко такой, знаешь, городской сумасшедший, который вообще не понимает реальных проблем населения. Все, что я делаю, очень далеко. Я визионер. То есть, я просчитываю на сто лет вперед. Визионер и, главное, очень скромный человек. Ну, слушай, я же не просто там какой-нибудь агитатор без прикладного действия. То есть, видно, что мы что-то делаем. Но она нужна, эта эко-повестка, здесь. Ну, кто-то должен начать. Мне кажется, здесь, это, знаешь, как из серии бессмысленно обсуждать права 20 гендер-флюидов, когда у нас вообще проблема феминизма не решена, когда у нас патриархальное общество и ЛГБТ-экстремистская организация. Довольно странно в таком обществе обсуждать о том, нужно 12 гендеров или нужно 18. То есть не потому, что это плохо, а потому, что просто это очень далеко. Еще надо пройти большое развитие, чтобы дойти до того состояния, чтобы эта проблема стала актуальной. Вот так же и с эко-повесткой. Мне кажется, еще нужно столько решить других вообще каких-то проблем, чтобы люди начали задумываться об экологии, о потреблении ограниченным водных ресурсов и так далее. То есть сейчас это наоборот, знаешь, как пугалка. Включишь любой государственный канал, там тебе расскажешь, ой, эти европейцы, прикиньте, одну ванну на троих человек набирают, и все там в одной ванне моются. Вот, мол, дикари. Ну, то есть это никаких других реакций у русских людей, кроме как сумасшедшей, не вызывает. Ну, смотри, люди оценивают все внутри границы государства. Проблемы одной стороны рано или поздно начнут касаться и перетекать в другие. Воздух общий, вода общая, земля общая. И вот все, что общее, в любом случае нужно к этому заранее подключаться. Я не могу к этому подключиться, когда оно произойдет. Уже будет поздно. И какие-то, ну, первопроходцы должны собой пожертвовать в том числе. Но опять же, я задаю тенденции, пойми, вот если я стану, правда, модным персонажем среди молодежи, среди тусовки, они начнут прислушиваться, потому что у нас, ну, есть люди, которые задают тренды. Ну, смотри, по поводу моды. У тебя вроде действительно классная коллекция винтажа, красивая модная квартира. Все есть для того, чтобы стать модным персонажем тусовки. Но при этом именно в модной индустрии, я поспрашивала перед интервью, тебя совсем как бы не принимают. То есть, либо относятся вообще, типа, что это за инфо-цыганка, ну, либо с такой долей снобизма, условно, как Карине Негай. Да, вот я недавно сделала интервью. Аня Асти. Да. Лук, цитирую, бобит. Помнишь, как он? Да, помню. Аню поздно. Так. Ну, действительно, Ане он не подходил. И, условно, такая вот, действительно, тусовка модных людей не считает ее модным человеком, сколько бы фэшн-программ она не снимала. Как ты думаешь, почему так? Ну, я недавно начала заниматься пиаром. Год назад я занялась личным брендом. До этого я просто зарабатывала деньги и что-то делала. За год я неплохо продвинулась. Но для тебя важно, условно, что о тебе будет думать Ксения Соловьева? Или что о тебе подумает, не знаю, Вика Газинская или Андрей Артемов? Для тебя вообще эти люди в твоем пространстве существуют? Ты понимаешь, кто это? И важно ли тебе мнение каких-то модных дизайнеров, критиков моды? Мне, конечно, все равно, потому что у меня задача масштаб и масса. То есть обаять точечных людей это точно не моя задача. Как вариант, я Полине Сергеевне делегирую. Ну, тебе хочется быть на каких-то мероприятиях, на которые пока тебя не приглашают. Тебе хочется... это адовая работа. Я уже просто заебалась ходить на все эти мероприятия. Это не работает. То есть мечты поехать на неделю моды, посетить какие-то показы у тебя нет? Ну, я работала на неделю моды как специалист. И я видела это изнутри, было очень классно. Но мечта такая есть, поехать на показ Гуччи в винтажных Гуччи туфельках. Ну, мы же прекрасно понимаем, что это просто покупается. То есть я знаю, вот сейчас у меня было предложение полететь в Париж. 15 тысяч евро стоит посетить, по-моему, 6 топовых показов. Тебе редактор журнала отдает место в первом ряду. А, то есть это вот прямо такое вот расскажи. Какой-то конкретный человек предлагает. Да, у меня есть такой узкопрофильный человек в команде, такой трабл-шутер, хантер. И она может замутить все, что угодно. И ей часто скидывают вот такие интересные, точечные, какие-то уникальные предложения. Это было конкретное предложение, то есть 6 января ты улетаешь, там что-то в районе 5-6 дней, ты посещаешь каждый вечер по показу. Это какой-то редактор какого-то журнала продает свое место. Это стоит 15 тысяч евро. То есть она забирает деньги, а ты вместо нее сидишь. А она всем скажет, что она заболела или улетела на Мальдивы. И таким образом они обналичивают свои места. Офигеть! Очень хитрые узкопрофильные пиарщики, которые занимаются международными контактами. В принципе, можно пролезть куда угодно. В мае мне предлагали ужин с Ди Каприо. По-моему, 15 миллионов это стоило. 15 миллионов рублей, ужин с Ди Каприо, но там много еще людей. Да, это вечеринка на яхте, под тебя выделяют какое-то время, тебя за ручку подводят, ты там какое-то время сидишь, контент-мейкер делает контент, там же всем заклеивают, личные айфоны, да, заклеивают. И тебе этот контент потом отдают. Ну и что ты отказалась? А я не знаю английского. Ты бы за 15 миллионов сказала бы, вот я с Ди Каприо на ежегодном отдыхе, как обычно. Знаешь, вот это более рабочий вариант, чем ходить по всем московским средним мероприятиям. 100%, 15 миллионов и зато у тебя суперконтент. Меня останавливает то, что я правда не знаю английского от слова совсем. И мне бы хотелось с ним поговорить. Возьми меня как переводчика в следующей ракции. Я плачу ему летим дуем. Абсолютно. Супер. Козырев это советский ученый, который разрабатывал их конструкцию, и он их назвал в честь себя. Он уже умер, но это был вот этот рассвет советских ученых. Я их вообще обожаю. Это энергетические какие-то, да? Да, это регенерационные капсулы. И вот это что здесь? Вот куда я зашла? Сразу было понятно, куда идти. А, я сюда зашла? Да, это есть эндромеда. Это такая центрифуга энергетическая. Здесь можно поваляться, можно посидеть. Мне нужно, чтобы клиент здесь хотя бы 40 минут был. У меня уже начало все вибрировать. Интересно, что я сразу сюда пришла. 40 минут надо отсидеть. Ну, 40 минут в одном. Сразу какое-то есть ощущение? Есть разница. Вот есть вертикально расположенные зеркала. Это то, что работает с энергетикой. Это у нас нисходящий поток. Это у нас восходящий поток. А все горизонтали, они работают уже с тканями. Есть зеркала, которые структурируют воду в организме. Ну, и ты прям чувствуешь, как это тебе помогает? Конечно. Ну, я вижу по замерам. То есть, если, например, человек-атеист нашей религии, то мы ему показываем замер до-после. Единственный из минусов, сразу после сеанса нет смысла делать замер. Ему нужно сутки, чтобы он ну, как бы перестроился. Так, похож на какой-то гробик такой. Ну, там ощущения достаточно сильные. По-моему, вот это, оно максимально расширяет сердце. Здесь какие-то сильные ощущения рада. Я максимальный скептик, но ощущения какие-то. Рада русских через 10 лет. Сколько у тебя таких комнат будет по Петербургу и по стране? Я человек, который создает тенденции. Моя задача открыть только один и дальше все берут с меня пример. За год мои подписчики открыли в трех городах центра. И еще я знаю, что в Лос-Анджелесе и в Дубай открыли. То есть франшиза. Это не франшиза. У меня нет задачи на этом зарабатывать. Сколько стоит одна такая штука? Большое зеркало стоит полтора миллиона. А вот эта горизонталь где-то 600, наверное, сейчас. Сколько стоит сеанс один часовой? 3000. Но это же неотбиваемая история. Конечно, это просто социальная нагрузка. Кем ты будешь через 10 лет с такими комнатами и пламя? Ну, я думаю, что через 10 лет мы уже будем серьезно по эко-повестке с Адгуру работать, потому что у нас уже неплохой контакт. То есть мне, конечно, хочется в мировые процессы. Я не зациклена на своей стране, патриотизме или какой-то мелкой франшизе. То есть у меня уже такой как бы нормальный широкий взгляд. Просто туда идти дольше. Я думаю, что через 10 лет это какие-то мировые лидеры, которые именно в эко-повестке. Это ООН и это уже земный шар. А не боишься моральной ответственности, что ты, по сути дела, даешь надежду людям, которых могла бы еще вылечить медицина? Ты можешь им наоборот навредить. А я не могу им навредить, потому что мы не даем медикаменты. Это не какое-то облучение. Мы просто регенерируем аватарный сходник. А что тебя в шарлатанстве обвинят? Я купила эти технологии у ФСБшников. Интересно. Ну, класс. Спасибо.